Дисклеймер от студии «Простой школы» для нашей художественной аудитории. Когда Павел пришёл с идеей поговорить с Тёмой, мы подумали, а где как не у нас? С одной стороны художник, которого новость сводит с ума, с другой дизайнер, который дважды в неделю обозревает все возможные новости. Разговор может дать отличную пищу для размышлений неравнодушному человеку, в том числе и нам самим. Поэтому в этот раз мы просто дали студию и сняли всё, что получилось. В ролике присутствует мат. Приятного просмотра. Мы, например, я тебя воспринимаю, люди, с которыми я вырос, Костя, Гоша. Ты — это часть меня. Поэтому, что бы ни произошло, ты, например, для меня родной человек. Я с тобой гулял по бульварам, по той Москве, которую я люблю. Я её вдыхал, лёжа читал что-то, курил. Ты мне дал сигареты. А вот Девриана Меделевича прикуривали. То есть это какой-то вот этот мир, без которого я не могу себе представить. И потом я, например, от тебя там вижу, как ты делаешь там бизнес, например, как ты живёшь. Да, то есть я учусь. Ну, то есть это учусь, это не то, что я учусь так же, как ты. Ну, то есть, понятно, недостижимо. Да, то есть по разным причинам. Ну, просто я слежу. Просто я вижу, ты там-то, то-то сделал. Как я помню, ты интервью давал на, наверное, Деброва. Что-то просто очень хорошо говорил. И потом какие-то пропуски в моём общении. И вдруг я вижу тебя 22 февраля или 23, наверное, два года назад, говорящим о том, что произошло. Там типа я не профессионал, я не знаю. 24-го, наверное. Ну, да. Ну, я не помню, когда 24-го. Ну, следующий. Ну, когда, то есть реакция. И я всё понимаю. А ты видел первый пост, который я написал, как только с утра я узнал, что произошло? Ну, не помню, наверное, нет. Два слова написал. Ну, что, полный пиздец. Это пиздец. Это пиздец. Да, ну, Тём, вот я договорил. Ну, потом вот последний, то есть был про... Ну, то есть я тебя знаю. То есть я тебя не знаю. То есть я знаю, то есть твоё это. Потом я смотрю про либералов интервью недавно. Понятно, что у тебя, в твоей интенсивности, это, наверное, там, ну, то есть вот как посмотрел в эту сторону. То есть ты... Ну, это то, что я видел. И про либералов, там, что, ну, вот ты консерватор, типа, ну, либералы там, типа, вот, прекращают общение, так и так далее. А так как, ну, либералы, все эти названия, это я не понимаю. А там прекращение общения, я знаю. Например, вот у нас в школе с тобой был скандал, который все мы, наши одноклассники, ЦИ, в основном, перестали со мной общаться. Потому что я сказал, что я не судья, я это не видел, для меня школа другая, это мои учителя. Я вообще ни слова не скажу, то, что это меня не касается, я такого не знаю. То есть если это есть, это уголовное преступление, и это суд решает. Ну, там Аня и так далее, там все ребята активные. И тех девушек, которые я любил и так далее, все просто, просто у меня больше нет, то есть они не отвечают, то есть это все. И меня задело, ну, то, что ты сказал, я не знаю, что ты имел в виду, но ты говорил, что там, либералы, там, что-то скажешь. Ты слышишь эти пиздоволы, ну, я не знаю, нет, без пиздоволов, ну, что-то, вот, перестают общаться. Да, и я решил поговорить, потому что я уверен, что ты не такой же, как я, не такой же. И я хотел бы вот это сделать запятую, чтобы представить себе, я тоже сейчас, типа, как готовился, 3 секунды, я открыл твой телеграм, ты мне дал бы. Я прочел про Лебедева, да, про папину, твардословную. Я хотел бы, чтобы встали за нашими плечами, как бы в этом разговоре, действительно, наши предки. И, там, мои предки, ребята, простые, то я так, ну, то есть они как простые, то есть, ну, по русской стороне это, то есть у нас одинаковые имена, там, Аким, там, вот эти все мне тоже страшно понравились. Но очень мало информации, например, там, Рязанская область, деревни, которых не существует, и Елец, да, их не существует, ну, Елец существует, а Рязанской деревни нет. И, там, девушка всегда говорила, что он, например, родился в Москве, а я посмотрел, что в 41-м году сейчас выложили документы, призывной его этот билет, он родился там в деревне где-то в Подрязани, их нет названия-то. Вот, и еврейские ребята, которых, ну, прямо скажем, образование получили, никогда никого первый разрешил, то есть мой, наверное, дедушка первый получил, приехал, ну, тоже, что значит получил? Он в 39-м году приехал в Ленинград, то есть через месяц он ушел на войну, соответственно, папа, наверное, уже сознательно получал образование. И у тебя, у которого, я не знаю, то есть это крестьяне только с 16-го века, да, ты знаешь? Нет, так-то до трилобитов, моя родословная, известно. Ну, для меня это важный вопрос. Ну, до Рюрика точно можно посчитать. Ну, да, да, наверное, то есть это все, и причем, ну, я говорю, что Лазурский тоже, небось, там, еврейская часть тоже. Лазинский? Лазинский, да, была Лазурский, это у меня со шрифтом, нет, шрифтовик. Есть, да, вернее, тоже Лазурского. Вот, это я уже учился, это у меня наложилось. А Лазинского, наверное, оформлял Лазурский. Вот, и, соответственно, что мы все, вот на нас смотрят, на все наши действия, как бы, даже не тот, кто нас сейчас будет смотреть, наверное, с интересом, потому что ты, как бы, медийная личность, ну, ты личность такая. Ну, и вот я бы хотел, чтобы на нас смотрели, как бы, те, кто, я не уверен, что, конечно, наши предки одобряют нас, потому что я видел своего прапрадедушку, белорусского мечтечка. Это жесть, то есть отсутствие медицины и, ну, это дикое, то есть все остальные уже в пирачках и там, в принципе, европейский выглядят. А этот, то есть они все, ну, то есть он бы, ну, как моя бабушка даже говорила, ну, ты русский же. Вот, ну, это отдельные комплексы, которые смешные. Вот, и я не знаю, я предложил нам общение, просто у меня есть несколько вопросов, которые, мне кажется, тебе, может быть, никто не задаст, и, может, ты не захочешь отвечать. Может, ты мне захочешь что-то... Давай начнем. Тем, я хотел начать с вопроса, вот мне интересно, когда еще, когда-то мы с тобой встретились, когда вот последний раз, мне кажется, мы с тобой говорили, это была встреча одноклассников, и была, наверное, Вторая Чеченская война уже началась, и я, как всегда, нервничал там что-то, и, судя по всему, не предлагал тебе своей работы в этот момент, потом на работу, для работы, для заработка, а поэтому я решил спросить тебя, там, типа, там, ты вот с Путиным, типа, встретился, там, а такое происходит тогда вот. И ты мне, кажется, сказал, что мне для моей работы это не мешает. То, что я с ним встретился? То, что происходит. Ну, хотя, да, что ты имел в виду, во-первых, ты не помнишь такого? Если мы с тобой обсуждали войну? Нет, да, я думаю, что войну. Та ситуация, то есть, я говорил, да, еще раз, я, наверное, имел в виду, что какой кошмар останавливает людей на улице по этому, по бороде, или отсутствует, ну, то есть, понятно. Ну, а сейчас они с нами воюют на Украине. Они кто? Чеченцы. И не против нас. Кадыров? Кадыровцы. Ну, чеченцы и другие-то воюют против нас на Украине. Ну, с нами, а не против нас. Ну, есть чеченцы, которые тоже там воюют. Там гораздо меньше. Это не системное участие. Ну, это мы переходим к последнему вопросу, к твоей встрече с Кадыровым сейчас. Это тоже любопытный эпизод. Это любопытный, да, и любопытный эпизод, ну, как это с моими донаслами. Но вернемся все-таки к этому. Смотри, у меня вот, если я так правильно расшифровываю, что ты имеешь в виду в этом вопросе, что ты хочешь узнать, типа, как я могу спокойно жить, существовать, работать, заниматься делами, вообще картиночками, хи-хи-ха-ха, ходить по рестикам и дружить с девочками, когда происходит такой пиздец. Примерно. В кровати, окруженной семьей и любовью. Некоторые из них умирают под колесами трамвая. Если бы ты работал судмедэкспертом, наверное, тебе было бы тяжело и больно каждый раз видеть это мясо и переживать. И ты вообще должен был бы полностью прекратить любую жизнь, закрыть детские сады, отменить кино, театры, поэзию, вечера, любовные встречи. Потому что в мире происходит все время что-то чудовищное. Тебя раздражает, когда тебя перебивают, кстати? Да перебивай. Ну, понимаешь, это есть абстрактные вещи, то есть есть несовершенство мира, есть вещи, за которые ты отвечаешь. О, с какой, кстати, интересной. Или ты сейчас мне хочешь коллективную ответственность? Я в нее не верю, и все, кто хочет на меня навесить коллективную ответственность, идут нахуй с тревым шагом. Ну, я попробую не пойти. У меня есть моя жизнь. Да, ну твоя. Я в нее не пускаю людей, которые думают, что они сейчас мне скажут, что я за что-то ответственный, потому что вот я ложился спать. Был хороший, а проснулся чудовищем. Нет, нет, нет. А это ровно та модель, которую тебя навязывают. Я не, ну, понимаешь, есть предположим. Понимаешь, мы, как это называется, предположим, ты немец, мы с собой немцы. В 39-м году здесь евреи поигрывают. У тебя тоже никакое нету. То, что, ну, ты, например, занимаешься дизайном одежды для Хуго Босс. Ну, ты Хуго Босс. Тебе предложили заказ обалдеть. Даже не переименовал с тех пор фидер. Да, да, да. Я бы притягиваю, говорю, вот ты Хуго Босс. Обалденный стиль, стильный одежда. Тебе предложили, предложили отлично. У меня есть очень простые моральные выборы, что я делаю и не делаю в этой жизни. Например, у меня есть очень простой принцип. Я вообще никак, никогда не участвую ни в чем плохом. И поскольку я обладаю определенным набором навыков, которые влияют, я конкретно влияю на мозги, влияю на поведение людей, влияю на образ жизни, влияю на благосостояние людей и их психическое здоровье в том числе. Разными путями, и через дизайн, и через то, что я пишу, и через свое видение мира, подачу новостей и так далее. У меня довольно большая аудитория, которая смотрит за тем и слушает то, что я говорю. И куча людей, я спас их психику в том числе, потому что они не ожидают, что она может быть как-то... Ты не ответил про немцев. Возвращаясь к немцам. Я никогда никому не буду помогать делать ничего плохого. Я никогда не буду работать ни с какими военными. Я никогда не буду оформлять ракеты. Я никогда не буду рисовать логотипы для... Сейчас, подожди, я понял. Мы сейчас про чувство вины. Ты как немец. Вот ты немец, ты ничего не будешь. Ладно, хуга, у вас нахуй. Немцы не все виноваты. Немец рядом убивают евреев. Ты чувство какое-то будешь испытывать или нет? Мне всегда жалко, когда людей убивают. Нет, ну это вот... Ты что жалко? Их вот прийти... Вот ты идешь, троллейбус не пускают. Вот куда-то выезли. Это ужасно. Считать, что я немец, поэтому я соучастник, вообще нет. Я считаю, что это производная от нездоровой психики. Хорошо, заобхармин. Это ответил. Для меня это то же самое, как люди, которые начинают собачьи приюты обосновывать. Они тоже начинают переживать о чувствах братьев наших меньших. И они такие, давайте спасать кошечек, собачек. Это дело их жизни. Давайте из каждой подворотни их теперь доставать, обогревать. Потому что они не могут с людьми наладить отношения. Они находят в безропотных животных поддержку. Типа, главная же линия всех этих защитников, зоозащитников, в том, что животное не предаст. Человек мне в душу плюнул, он бросил меня по матросев. А собачка не бросит меня. Я о ней буду заботиться. Вот это примерно то же самое. Это вот перемещение... Ты прям всех зоозащитников, ты так думаешь, что они все так думают? Я думаю, что они ебнутые, да. Ладно, я это все. Проще воспринимать и консенсировать людей. То есть это понял, я понял. Но совершенно точно, никакой коллективной ответственности нет. И неважно, что произошло чудовищного в моей стране, это ко мне не имеет отношения, если не я это делал. Так, для начала. Поэтому может произойти все, что угодно, абсолютно все, что угодно. Это не моя ответственность. Ну, то есть, на выборы ты ходишь или нет? Никогда. Даже если бы ходил, это вообще тоже не важно. Тоже не важно. Если бы ты не выбирал... Ну смотри, давай простой пример. Вот я живу в России, а вдруг выяснится, что у меня греческий паспорт. Я участвую в коллективной ответственности или нет? Ну, греческий паспорт, если выяснится, то ты его сделал для чего-то просто... В смысле? А может, у меня был с рождения, откуда ты знаешь? Просто живу в Москве. Ну, там есть такие люди, да. Они виноваты? Или они свободные европейцы, поэтому они такие хихиха-ха, поехали по своим делам? Если... Ну, я думаю... Ну, я просто за этих людей не могу думать, но мне кажется, что если они внутри русской культуры, я думаю, что они ответственны за то. Могут, могут. Некоторые из них. А если ты живешь на Украине полностью в русской культуре, в русскоязычной семье, много поколений, профессор русского языка в Киеве? Я думаю, что уже нет. Ну и что? Конечно, такие есть. Ну, ты ответственный. За Украину, да. Ты часть русской культуры? Или ты должен... Потому что ты живешь на территории Украины? Я думаю, что это отдельная тема. Если ты спрашиваешь... Ты веришь, что жизнь человека может в определенную дату, в 00 часов, вдруг стать другой? Да, да, да. Ну, мне тебя жалко. Мне жалко. Нет, меня жалко. Я тебе могу объяснить. И вот те, кто стоят сзади, меня в воображении. Например, идишевская культура. Она исчезла за месяц. За месяц ее не стало. И этой культуры больше нет вообще. И, соответственно, наши дедушки, бабушки, они это двуязычие говорили. То есть это... Они не говорили на идиш. Этот мир исчез. Его не стало за секунду. И они стали другими. За секунду. Кому-то приснился, как моему дедушке и его родители, которых закапывали в этот момент. Ну, неважно. Этот мир за секунду рухнул. Точно так же для меня сложно сказать. В тот момент, когда вот 24 февраля или раньше. На самом деле для меня он рухнул, когда в 95-м году Чечня началась. То есть я думал, у нашей страны есть шанс стать нормальной страной. А когда все начали или когда там... А ко всем остальным воинам у тебя какое отношение? А это... У меня чувство вины, например, к чеченцам конкретное. А мне вот афганцев жалко. И иракцев тоже. И йеменцев очень жалко. Потому что советские солдаты там были, русские. Йеменские... Сегодня начали Йемен бомбить. Кто? Американцы с британцами. Наши. Значит, это отдельная тема. Наши американцы? Наши. Нет, ну, наши. Знаешь, какое количество американских солдат сейчас на Ближнем Востоке? Я знаю, я очень рад этому. 75 тысяч. Это мало. Ты знаешь, сколько... А что они там делают? В смысле? Ну, это довольно далеко от Америки. Они поддерживают своих союзников, которых могут уничтожить. И что... А? Ну, хорошо. Ты нашел себе объяснение. Да. Ну, я сам поднимаю еврейскую тему, которую, естественно, да... Ну, а вот в том, что сейчас происходит в Газе, у тебя сердце не болит за палестинцев? Это сложный вопрос. А что тут сложного-то? Вопрос самый простой на свете. Ну, у меня болит, но если ты насилуешь и убиваешь евреев, вырезая и насилуя всех, то будет ответ. То надо убить 10 тысяч детей в ответ? Нет. Да, это не нужно. Не нужно. Ну, надо... Я не знаю, как надо реагировать. Я хочу тебе сказать, что... Ну, я тоже не знаю, не военный человек, не хочу никогда иметь отношения к кровопролитию, но я понимаю, что это чудовищно. Нет. Я знаю людей, опять же, которые стоят за моей спиной, которые были убиты. И там в Литве, в Латвии, в Украине, ну, вот в Литве и в Германии. Я знаю и мои герои, люди, на которых я воспитывался. Это ребята в Варшавском гетто, в восстание, вот эти, которые... И там выжившие, там 5 человек выжило. Они разрабатывали план отравления в Гамбурге водопровода, нахуй, чтобы этих немцев вообще не было. И серьезно, то есть они, там, взорвать атомную бомбу в Литве, потому что они все виноваты, литовцы. Я понимаю, что когда тебя насилуют и не понимают человеческого языка, я не знаю, как надо правильно воевать. Я уверен, что израильские солдаты воюют. Ну, я верю в это. Да, мои слова похожи на... Они добрыми пулями стреляют? Нет, они не добрыми пулями, но ситуация... У них гуманные бомбы, добрые пули и ласковые солдаты. Человеколюбивые. Нет, это тоже, это действительно вопрос, который... А танки самые демократичные на Ближнем Востоке? Я верю. Не террористические, не тоталитарные? Нет, я надеюсь, что есть проблема спасти заложников и переменить мир газы. И то, что все... А у тебя может вот сразу в одном сознании сочетаться то, что с одной стороны ты понимаешь некую политическую, военную необходимость дать ответ, который стоит перед строем? Не дать ответ, там надо спасти людей и уничтожить Хамас. И спасти людей надо, и, наверное, у них есть какая-то политическая военная цель, и одновременно, может быть, жалко всех людей, которые погибли в результате этих военных действий. Вот где здесь противоречия? Противоречия нету, потому что людям сказали, здесь будет военная зона, через пять дней всем надо уйти. Израиль сбрасывает там... Палестинцы сейчас очень жалуются, что сразу удар идет без сброса пустой безголовки, предупреждающей. То есть это немножко другие. Сейчас давай... Я готов на эту тему поговорить, но, не знаю, я заикаюсь не потому, что я не уверен в себе, и та ситуация мне, Израиль, казался не моей страной. Вот я, когда там был. Она моя страна, как там по людям, по истории. Когда я там шел, я какая-то туфта вообще просто. Я вышел в... То есть я не поверил ничему, кроме вот десяти метров внизу. Когда вот там вот я верю. А жизнь я почувствовал, выйдя... Забыл, где там... Вот в арабскую часть. Там проходишь, дверь там... Тихо ходит. Так что я не знаю, жизнь-то как раз... Это все сложное. В Вифлеем ты сходил? Ну не Вифлеем. Где про отцы? Не Вифлеем забыл. Где про отцы лежат? Хеврон. Хеврон. Вот. А мне тоже там больше понравилось. Ну мне не больше понравилось. Нет, мне не понравилось. Потому что там, когда я вышел, там люди смотрели на меня определенно, оценивающе. Я понимал, что... То есть нет, это не больше понравилось. Там просто... Это сложный вопрос. Это отдельно. Но я не с израильской армии, хотя там Стасик стоял на КПП, там из железнодорожного, да, а, соответственно, там-то ребята были со мной вратстве 3000 лет назад, да. То есть это... Ну, я не почувствовал. Например, когда рисовал Ходорковского, там вот все было карикатурно, там свой-чужой, как бы, они все занимали свои роли визуально. И сидел этот с автоматом ОМОНовец. Ну, то есть я воспринимал как агрессию такую, то есть ничего общего с ним. И вдруг он соседу сказал слово, которое я в песочнице в последний раз слышал. Я вдруг обоставлюсь. Я понял, что мы из одного песочника, то есть он мне родной. То есть это не родной. Ну, это полезный опыт, когда ты вдруг начинаешь видеть в страшном силовике-космонавте человека. В принципе, они все люди. Каждый мент тоже человек. Все правильно. Но дальше действия. Мы, видимо, с тобой еще в разговоре вернемся к тому, как наши хорошие гуманитарные с тобой друзья, коллеги, соратники и одноклассники, как они начинают вот это вот разделение, как они начинают немножечко так позволять себе кого-то обесчеловечить, кого-то отменить. Потому что им кажется, что вот на нем такая одежда, которая как бы делает человека не совсем человеком, и поэтому уже и не особо жалко. И как происходит? Не особо жалко, ну в смысле? От них ничего не зависит. Про жалость они не влияют ни на что. Кстати, силовики могут убить. Израильские? Нет, мы сейчас про наших же говорим, одноклассников. И про наших силовиков. Так а чем наши от израильских отличаются? Тем, что я не знаю их вообще. А мы живем здесь, Тёма, мы с тобой не уехали. Но ты часто видишь, как менты кого-то крутят? Ты только видишь это в репортаже «Медузы», наверное? Я «Медузы» не смотрю. Ну, неважно. BBC. В «Пересказе» я не смотрю. Нет. В «Показе» видеожурналисты. Нет, нет, нет. Тёма, я человек, который ходил на митинги. Все. Ну, то есть против войны в Чечне. Ну, все, я имею в виду. Значит, я знаю... Знаешь, что самое отвратительное? Потому что нижнее наших никто в мире не покует. Ну, ты скажи, как это зовут этого бородатого дяденького, который забили в тюрьме. Как Митрохин или как Митрохин, а Мэ, Митрофанов. Неважно. Тесак который? А? Тесак? Нет, нет, нет. Вступившись за женщину на Маяковке, человек, который там оттолкнул или какого-то мента, его посадили и сажали, сажали, пока у него... А мент, которого он оттолкнул, имеет к этому отношение? Да, он подал на него в суд. Ну, а дальше то, что было в тюрьме? Мент как-то влиял на это? Ну, а он знал же, что произойдет дальше. Откуда? Как ты себе представляешь это? Знаешь как? Когда вот я тоже вот... А повар, который пюре варил в этой тюрьме, он имеет отношение? Да, имеет. Да, это, кстати, Тёма, это ответственность, кто конвоирует, имеет отношение, кто готовит. Но так ты далеко зайдешь, конечно. Да. Да, я далеко зашел. Менты, о чем, знаешь, что говорят, которые... Не менты, а вот как же это в тюрьме, в суде вот эти, кто принимает их как-то у них... Конвоира? Нет, 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 вот которые встречают, вот они сидят в суде. Приставы? Приставы, да. Вот, они говорят, главное там туда не попасть. То есть вся система тюремная, это отдельный мир в России, это... И не только в России, и не всегда. Ну, ты знаешь больше меня? Я не знаю, просто у меня... Потому что хуже попасть в тюрьму в Индии или в Таиланде. Ты все время, да, ты абсолютно прав, ты в разговоре со мной, ты все время выводишь по математической этой задаче, ты выводишь за рамки треугольника, как это, проводишь линии. Мы говорим о нашей ситуации. Да, твоя жизнь, возможно, ты можешь в любую секунду поехать в Таиланд, и мысленно я могу так же это сделать, да? Так что нет, есть планета Земля, на ней люди живут, у них очень похожее устройство жизни. У нас не худший вариант, хочешь сказать. Ну, если ты хочешь знать, да, из того, что я видел, у нас точно не худший вариант. Я согласен, да, я согласен, но у нас и не лучший, наверное. А что такое лучший? Лучший? Ну, мне лучше, когда мне не стыдно за то, что происходит. Это очень интересная вещь, то, что ты говоришь. Да. Ну, мы с тобой вроде бы, смотри, вот мне немножко жалко, что у нас с тобой чуть больше общего, чем мне бы хотелось для остроты драматургической беседы. Почему? Потому что если бы ты был человеком, который бы меня ненавидел и вообще не понимал, мне было бы интереснее с тобой пообщаться, ну, попытавшись как-то твои аргументы послушать. У нас с тобой есть какой-то, мы не полностью пересекаемся, но у нас вот такой, как мастер-карт. В серединочке есть такой оверлэп, немножко нахлёст, где у нас происходит точка взаимопонимания. Но вот когда ты говоришь про то, что тебе, ты чувствуешь стыд, я понимаю, что это вот та часть, которая, ну, я никогда этого не пойму вообще. Это интересно, для меня это очень интересно. И ты видишь, как люди, которые, о боже, война, нам нужно срочно бежать из страны. Вот сейчас в Америке тоже Америка бомбит. Йемен, кто сейчас из Америки уедет, потому что Америка и Йемен бомбит? Да никто не уедет. Они вышли к Белому дому с плакатом, постояли и дальше пошли посуду мыть. Те, кто уехал, у меня тоже к ним вопрос. Они уехали не потому, что война началась, потому что война началась в 2014 году с Украиной, а там кошмарные вещи, дома взрывали в 2001. И вообще всё не прекращалось. Вот то, что ты говоришь, вот этот стыд, это то, если помнишь, Илья Красильщик такой есть, который написал статью в Нью-Йорк Таймс через два дня после начала войны, что типа мы провалились как нация, мне стыдно, там тыр-пыр, бросил всё, чем он здесь занимался, там в Яндекс.Лавке и уехал за границу. Это всё... Это икона интеллигенции, вот этих пожарных, либеральных. Нет, 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 это икона. Свой, можно сказать, свой человек максимально. Вот если выйдешь в город, то сложно будет найти более своего человека по миллиону разных параметров. Кроме вот этого, когда люди, которые считают, что они моральные камертоны, они такие, у нас самое белое пальто, мы всё знаем, а кто не как мы, те говно собачье. И те сволочи, кровожадные убийцы, КГБшники, и вообще их всех просто... Они не люди, отказать. Этот человек, я его не знаю. Для меня это всё, потому что это для меня другие камертоны. То есть, грубо говоря... А что такое стыд, который ты испытываешь? Как это у тебя такое возникло, чувство? Чувство такое возникло, например, от того, что я состою не только из еврейских родственников, но из русских. И, например, моих еврейских родственников убивали не немцы какие-то, фашисты, а соседи, с которыми они жили. И потом просто так надо было. Правда, там на Украине кто-то спасал, но минимально. А вторая половина – это русская. Мой русский дедушка, я представляю его травму, когда обе дочки женились одна на моём папе, другой на Ипшмане. А самое искреннее, что он мне рассказал, вот когда я увидел, что он искренне что-то говорит. А он, надо себе представить, это в 21-го года, дальше он война, лётчик. И, значит, он был лётчиком, он сначала полетал, а потом стал тренировать, как это называется. То есть, он участвовал в войне, но дальше он выжил, потому что он тренировал тех, кто... Инструктор. Инструктор, да. И, в общем, он начинал с того, что уже в 80-е, 70-е годы, с того, что вставал, бутылку водки выпивал, ложился, через час встал, говорит, Павелик, пойдём на море в Евпаторию. То есть, и когда я говорил, да, девушка, не надо, он мне вот тогда вот он первый раз серьёзно сказал, что никогда, наверное, надо так говорить взрослым. Вот, я запомнил просто этот взгляд очень такой сконцентрированный. А второй раз он мне рассказал, как он ехал как-то в Москве или где-то, наверное, в Москве в метро и увидел негра, который по-хански сидел, развалившись как-то вот так. Называется, мэнспрединг. И человек там, наш человек, прошёл и ногу ему, как в футбольном мячу, вот правильно, вот это расселись в метро. То есть, это вот мой девушка, я охуел. То есть, это вот то, что, то есть, и, соответственно, я как бы несу ответственность за такое поведение дедушки. Тоже понятно, что мы ни за что не несём ответственности. Например, к родителям, например, у меня нет такой ответственности, что там, это, наверное, как-то говорится. Но вот есть ответственность, как у человека. Я сейчас считаю, передать дочным звеном, вот от учителя ко мне пришло что-то. Я кому-то тоже что-то передам с художественной точки зрения. Вот передатчик. Детям я что-то хочу рассказать, чтобы они не выстрелили там в человека. Правда, как ты говоришь, а если этот человек там с ножом тебя бежит, это диалектика. Надо стрелять. Раз уж мы снимаем этот подкаст в студии «Простой школы», грех не рассказать вам о том, кто мы такие и почему к нам стоит идти заниматься. Вообще, наша основная деятельность состоит в том, что мы организовываем занятия художественного толка. Рисованию, живописи, скульптуре, диджитал есть, онлайн, офлайн. И мне кажется, что сильная наша сторона состоит в том, что мы закапываемся во все-все мелочи, все изучаем, все перепридумываем. Например, вот эту мастерскую мы сами сначала спроектировали, потом построили, сделали здесь все, как с нашей точки зрения было нужно. Мебель сюда спроектировали. Или, например, в онлайне мы спроектировали похожую среду, насколько это получилось, так, чтобы там работала групповая энергия, так же, как это бывает на обычных очных занятиях, когда из-за того, что людей много, каждый из них прогрессирует быстрее, чем если бы он был один. Для тех, у кого не получается строить расписание онлайна и офлайна, есть самостоятельные курсы, можно у себя дома заниматься. И самое главное, то, с чего все начиналось, так же и продолжается, коллективные занятия по рисунку без преподавателя. У нас они называются практики. Наброски различные, портреты и онлайн-практики по референсам, когда люди просто вместе собираются и рисуют. В общем, получается, что ключевых факторов у нас два. Совместность и внимательность ко всяким деталям, желание сделать все как можно лучше. Обязательно к нам приходите. У нас есть сайт простая.ру, у нас есть соцсети, на которые нужно подписаться, Телеграм, Инстаграм, ВК и вот Ютуб, на котором вы сейчас это смотрите. А вообще обычно здесь интервью с художниками и всякие полезные видео для художников выкладываются. Спасибо вам за внимание. Приходи к нам и увидимся. Я тебе ответил, ты так дослушал до конца. Ну, я думаю, да. Вот, ладно, перейдем к следующей моей теме, которая этот... Кстати, я бы хотел, я ждал, что ты будешь... Я видел, как ты разговариваешь, ты можешь активнее меня как бы прессовать. То есть не так интеллигентно, может быть, если захочешь. Знаешь, что, мне кажется, тебя никто не спросит, и, мне кажется, может, ты и не ответишь. По моему мнению, ну, ты рассказывал, что ты встречался с Путин... Ну, не ты рассказывал, это, наверное, что Путин приезжал, знакомился. Для меня, вот я это когда прочел, что для меня это была вербовка. Как ты считаешь, вот что ты можешь ответить на вот этот мой пассаж и мои мысли в голове? Я могу ответить так, что очень много людей, даже с другой стороны начну отвечать, удивительное многогранное значение у слова Путин. То есть это какая-то алиф из рассказа Борхеса, в который ты смотришь и видишь, там все, вообще весь мир отражается. Как бы ты ни посмотрел, любой кусок мира отражается в этом алифе. И то же самое Путин. Вот он все. Он и там, и сям, и в медицине, и в сельском хозяйстве, и в вербовке, и везде это время найдет, и на все влияет, и во всех процессах участвует. У меня немножко чуть другой взгляд на мир, вообще как мир устроен. Подожди, то есть у нас... У тебя Путин как бы занимает вот столько в видоискателях, а у меня вот столько, понимаешь? Я тебя просто хочу спросить. Тебе будет проще понять мою точку зрения. Ты в бизнесе. Он занимает 2% от спектра. Я понял. Русский бизнес контролируется КГБ? Нет, конечно. Нет, конечно. Ну, смотри, что такое бизнес. Дизайн-студия, ее нельзя крышевать. Так же, как не крышуют художников, поэтов, писателей, музыкантов. Ну, использовать-то можно. Как использовать можно? Конечно, для этого есть Министерство культуры. Если ты влиятельный певец, ты не получишь грантик на концертах. Нет, нет, использовать по-разному можно. Нет, по-разному. Есть, как говорят, меня не вербовали. И со мной этого не было. Но я читал книжки. Да, что просто те говорят, что вы очень хороший человек. Мы мне посоветовали. Как я все представляю. Вообще, то есть у вас хороший бизнес. Просто сейчас такая ситуация в стране. Очень хотелось бы знать, что вы с нами. Ничего делать не надо. Просто мы поговорили, вот в глаза посмотрели друг друга. Просто один... Ну, просто вот когда-то надо будет что-то выполнить, задание. Типа чего? Ну, я просто представил себе первую часть вербовки. Представь себе, что должно случиться. И зачем ты им нахрен сдался? Ну, сдался, чтобы рассказывать, что везде война там идет. В Африке война. Какая нахрен разница, что здесь происходит. Чего вы переживаете? Все нормально. Там вот, типа, кого-то забивают. Ну и здесь. Ребята, работайте спокойно. Как... Вот мне понравился твой пост про... Когда вы из этого... Ну, я так думаю, что молодые ребята твои... Стали искать много времени, проводить на работе, в поисках... Как бы отсюда свалить, чтобы в эту мобилизацию не попасть. И ты так мотивирующий сказал. Ребята, больше работайте хорошо. Хватит, все будет в порядке. Ну, вот для этого, мне кажется. То есть ты видишь, если ты встречаешь человека, который говорит, что надо просто жить жизнью, работать, заниматься семьей и выращивать свою картошечку, топить свою печечку... Когда рядом убивают. Когда где-то идет война. А то человек должен все бросить. Когда рядом убивают. Тогда, смотри, у меня есть книжка, которая... У меня было много времени, когда я плавал в океане. 60 дней плыл. А поскольку, как ты знаешь, я посетил все страны мира. У меня была такая... Все уже, я просто, да. Все 256. Ну, бешеные собаки, 7-верстный крюк. И я в клубе ебанутых путешественников состою. Поэтому мне надо было. Нормальным людям это не надо повторять. Это больно и тяжело, и сложно. Ну, короче, я поехал на острова Хьюарда-Макдональдс, на которые никто не попадает. А это еще был ковид, и мы вот 30 дней из Мальдивы плыли на этот Хьюарда-Макдональдс, и 30 дней обратно. У меня было время... А туда не летает ничего? Там... Вот ты можешь месяц туда плыть на корабле. Это все, единственный способ до туда дойти. Нахуй никому не нужный кусок скалы из океана торчит. Ну, галочку надо поставить. Все-таки в общероссийском классификаторе стран и территории это одна строчка. Принадлежит Австралии. Австралия нам еще пермит не дала, мы там корабль перекрашивали. Короче, много было приключений. Это прикольно. То есть это такая героическая логичность. Так я забыл, ты на что отвечаешь. Да. Я отвечаю про то, что у меня было время прочитать книжку. Да. В течение такой длительной поездки. Это книжка «Доктор Живаго», которую в школе я не читал. А там я скачал и в электронном виде прочитал. И у меня в этой книжке я нашел совершенно гениального персонажа, которого я с собой ассоциирую, который, может быть, тебе поможет в следующий раз, если у тебя будет лишнее время, полистать книжку, обратить внимание. Это брат доктора Живаго. Есть Юрий Живаго, который доктор, про которого вся книжка. Я прошел в школе, поэтому я ничего не помню. Наверное. Как он ощущает. Короче, есть доктор, который, с моей точки зрения, абсолютно безвольная интеллигентская сопля, который не может... Он плодит детей и полностью их бросает, бросает своих жен, забивает на свою жизнь, перестает работать доктором. Короче, с моей точки зрения, он уебище абсолютно. Он свою жизнь просто проебал. И умер просто в трамвае. А есть его брат сводный, которого, как там написано, киргизский разрез глаз по имени Евграф Живаго, который в книжке встречается буквально 3-4 раза. Прямо по одному абзацику каждый раз. Он случайно появляется где-то в начале, потом случайно приезжает, спасает своего братца, потом он становится... Ну, как переживает. Они же живут в одной стране, в одних событиях. У них есть гражданская война, революция, там пиздец, потом голод, потом война Великой Отечественной. И он становится советским генералом, он уже работает на фронте, с немцами воюет. И он при этом привозит какие-то продуктовые наборы своему братцу, там его спасает, селит в Москве, трудоустраивает его дочь в какой-то университет. Короче, вот такой персонаж, который... У него пиздец точно такой же, как у этого доктора, который как только случилась гражданская война вначале... Он такой... Я ничего не могу делать. Я интеллигент, мне больно, мне стыдно. И все. Пустил соплю до конца жизни, пока не помер. Вот если ты хочешь, чтобы я был таким, что это правильная модель поведения, что это хорошо, гуманно, вообще нас так воспитывали, то, конечно, нет. Я Евграф Живаго. Я буду сначала рубить белых, а потом буду рубить фашистов. И при этом я еще буду помогать своему непутевому братцу, откуда-то у меня найдутся такие силы. А мы живем в одной стране, и события у нас одинаковые. Ты не можешь сказать, что я с другой стороны от этих событий нахожусь. Мы находимся перед ними одинаково. И ты, и я в абсолютно равнозначном положении, а рядом происходит пиздец. Это не то, что вот я, вот пиздец, а вот ты. И мы так по-разному к нему относимся. Он перед нами одновременно. Если ты поймешь эту визуализацию, тебе будет проще понять, что я не с другой стороны от тебя нахожусь. Я по-другому отношусь к пиздецу. А находимся мы в одном и том же месте. Нет, ну это хорошее, но значит, да. Но, значит, возьмем ту ситуацию. Вот если ты сказал, что меня завербовал Путин, когда в 2000 году... Мы сейчас про Евграфа. В 2000 году, да, вот была встреча с интернетчиком, там было 40 человек в зале. Он еще был премьер-министром. Когда он еще не был президентом. 99-й год. Встреча с деятелями интернета, потому что там как-то надо было что-то... Это только было это, то есть личной встречи не было. Я просто не... Смеешься. Я не знаю. На хрен я ему упал. А? На хрен я ему упал. Я бы на его месте... Зачем меня вербовать Путином? Я бы на его месте. Потому что у тебя миллионы... Мало людей, что ли, на Сарой площади? Чтобы вербовать не лично? Чтобы лично вербовать. А то, что ты так не пошлешь? Не знаю, я бы лично напрягся. Чтобы сказать, что в нужный момент вы нам скажете, что мы не такие плохие? Ты думаешь, что это так работает? Не знаю. Думаю, да. Но это очень смешно. Это очень... Ну, судя по тому, что я считаю, что и Венедиктов, и Собчак, это все товарищи КГБ, очевидные для меня, как и... Как страшно тебе жить. Почему? А что плохого в КГБ? А что хорошего в Гестапо? То есть это Гестапо и КГБ, это одно и то же для меня. Вот просто одно и то же. Ну, это не совсем корректное, конечно же, сравнение. Почему? В каждой стране есть своя спецслужба, задача, которая... Даже ты войны сравниваешь легко, одинаково. А КГБ и РКВД? Нет, нет. Это не надо сравнивать, потому что каждый из них защищает свое. Это как, знаешь, у меня есть моя печень, и она меня защищает. Моя печень к тебе не имеет отношения. О, вот ты говоришь по моим словам. Вот, ты, значит, понимаешь про свое и мое. Значит, про евреев и немцев ты понимаешь, и про чеченцев. Просто у евреев свои, у евреев МОСАД. Ты можешь сказать, что МОСАД это Гестапо? Давай аналогии тогда такие проводить. Нет, не могу. А в чем разница? Это спецслужба, которая защищает своих. Ты знаешь, что... А КГБ это спецслужба, которая защищает наших. Ну, то есть, ну, подожди, ладно. Почему я должен к ней плохо относиться? Вот назови мне, что они такого плохого... КГБ? Да, ну или ФСБ, или ВЧК. Вот нас воспитывали с детства. Убили расстрелы людей. Вся организация всех расстреливала? Ну, ЧК. ВЧК, ВКП, да. Миллионы людей расстреляны. У меня, подожди, ты знаешь, у меня, знаешь... Ты знаешь, что расстреливала НКВД? А знаешь, как сейчас называется НКВД? За СРМР, как? МВД. МВД, ну для меня это все одно и то же. Народный комиссариат внутренних дел. Ты знаешь, у меня был лучший друг, мы с ним каждый день виделись. Не каждый день, три раза в неделю на бадминтон ходили. То есть, мы с ним шутили. Я шучу, он шутит. У нас одни и те же. Это просто... И вдруг... А он юрист. Профессор НКВД. Ну, мы одного возраста. Но я, как ты говоришь, хуи гоняю. Как мои друзья, когда съездил в Нью-Йорк. Один говорит, давайте встретимся, Паша. В Нью-Йорк съездил. Другой сказал, что он же только в музеях там был. То есть, что я его знаю. Вот. Он вдруг... Я ему говорю там что-то тоже вот про этот ГУЛАГ, там что-то, кошмар там что-то. Я не помню, что это. В смысле? Это все юридически было законно. Ну, юрист правильно ответил, да? Ну, то есть, вот у меня это нонсенс просто. То, что были чудовищные вещи сделаны законно, у меня нет сомнений. Точно так же, как если... Расстрелы. То есть, подожди. Это незаконные расстрелы. Ты ничего не в курсе? Расстрелы по... Ты имеешь в виду, гражданская война была. Поэтому надо как класс расстреливать дворян. Смотри, я просто очень... Я очень люблю 20-е годы. Мне, в принципе, там много... Читая всякие книжки, мемуары и перемещаясь вот в те времена. А там же пиздец начался уже с самого начала 20-го века, да? И 5-й год, и потом... Я все внимательно читаю тоже, да. И подпольная борьба, и вот эти все штуки. Я помещаю... Допустим, я представляю себе, что я родился 100 лет назад. В 1875-м. Я вот начинаю жить, и у меня при моей жизни, вот как сейчас, мы сегодня живем, вдруг вот в 5-м году что-то происходит, в 17-м что-то происходит, в 20-е какая-то происходит хуйня. Я сравниваю это со своим возрастом, думаю, там люди же жили точно такие же, как я. Также смотрели на мир, у них были те же самые обязательства, проблемы, вообще все дела. Твои родственники как бы тоже, это прямо их жизнь. Да, и твои тоже. И мои. Иначе бы ты не родился, если бы не было. Да, 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 да. И вся эта хуйня происходила тоже при их жизни. При этом они как-то справились, родили твоих там дедушек, родителей и так далее. И потом ты появился на свет. Да, но насколько участие, например... Ты сейчас мне начал с того, что я ко всему имею отношение, что даже если я не участвую, я все равно в котле. А что про них скажешь? При твоих прабабушках расстреливали людей. Да, да, да. Я тоже, мой дедушка участвовал, это кошмарная моя вина. Да, то, что ему некуда было везти. То есть, вот, например, я тебе отвечу. Я, например, не знаю, как бы я себя повел, если бы в Великую Отечественную войну я бы не смог за советскую. То есть, у меня не смог бы, ну, то есть, понятно, у меня не было вариантов бы. Но как бы я не смог, как бы я служил... А что плохого в слове «советский» можешь мне сказать? Ну... Тебе слово не нравится, звучит неприятно, на букву «с» начинается? Нет, ну потому что это зло. Ну как? Вот так вот зло. Как ты можешь такие слова говорить? Да, это чистое зло. Советский Союз — это чистое зло. Нет. Советский Союз — это Россия. Это просто ребрендинг на время. Нет, нет, нет. Ну это... Кремль как стоял, так и стоит. Улица Большая Полянка как стояла, так и стоит. Нет, не так стоит. Кремль был до революции открыт. Подвинули. Открыт. Сейчас не войдешь. Есть разница? Он и после революции был открыт. А? Он и после революции был открыт. Там жили люди. Жили люди... Его закрыли к 30-м годам. Нет, нет. Нет, закрыли в 18-м. Войти туда? Нет. Мессинг в 22-м заходил сквозь охрану. Не надо. Нет, это все... Тема, закрыли сразу. Закрыли сразу. То, что советская власть закрыла вход в Кремль, потому что это их офис, это мировое зло. Вот там дьявол сел, пышет огнем через все борода. Мировое зло, знаешь, почему? Потому что, когда ты говоришь добро, борьба за мир, а спонсируешь всех террористических государств всех террористов, когда ты говоришь, что вот это хорошо, грубо говоря, бабушек переводить через дорогу, а не делаешь бюстгальтеров и прокладки, а туалетную бумагу, как мы знаем, за год до нашего рождения начали выпускать там, типа, вот это все, вот это зло. Ты так смотришь на мир? То есть должны были при первом туалетную бумагу начать производить? Ничего не должны. Да, американцы лопухом жопу вытирают. Они должны были не должны убивать людей. Подожди, прокладки или людей нельзя убивать? Ты можешь определиться? А что такое прокладки? Прокладки кто делает? Не государство, прокладки люди делают. Если человек, да, потому что это бизнес. Если всем женщинам хватало ваты, значит, они как-то справлялись. Да ничего не справлялись, мы в туалетную бумагу. А великая царица, императрица, жена Николая Второго, она что использовала? Прокладку или вату клала в трусы? Как ты думаешь? Да, но я не знаю, когда делали прокладки. Ну и что, это ужасный, и российско-имперский, и вообще, уже тогда начались все проблемы, все понятно. Еще при Иване Грозном не было никаких прокладок. Тем, ты передергиваешь на прокладки, это понятно. Ну хорошо, а ты с прокладок на расстрелы переходишь. Ну потому что это было, а прокладок тоже было. А прокладок не было. Да, нет, ну это тема, да, тема, ты мне напоминаешь наши разговоры с учителями по истории, когда мы сдавали экзамен. Я просто не могу представить, что ты думающий, чувствующий человек, ты выбираешь, вот берешь какие-то события, про которые ты знаешь, а еще есть миллион событий, про которые ты не знаешь. Ну, допустим, ты себя упростил до того, что ты знаешь. Дальше из них ты выбираешь прямо целый такой подвид этих событий, говоришь, это поскольку максимально невероятно бесчеловечно-чудовищно, то все остальное тоже пиздец-говно, навсегда отменить, не для к этому иметь отношение, все виноваты, простите, мне стыдно. Ты так смотришь на мир? Вот я смотрю, вот есть, допустим, бочка меда, в ней лежит ложка говна. Можно сказать, что это теперь бочка говна, потому что там ложечка лежит с говном. Но вообще можно просто зачерпнуть, как бы выкинуть, и медок доесть, ничего страшного. Не бывает идеального совершенства, стопроцентной стерильности? Бывает, Тёма, бывает, 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 бывает. Бывает, если не срать в бочку, и не будет. А иногда бывает, что какашка мем пролетала, ну, что поделать, жизнь несовершенна. Не бывает, не бывает, Тёма. Это значит, люди, как ты, такие перфекционисты, это тебе нужно, чтобы вот у тебя была... Ты идеально родился в идеальной семье, лежал в идеальной пеленке, потом все, значит, поженились, все исключительно, будучи девственниками, родили прекрасное потомство и умерли в любви и согласии в один день. Ты так себе жизнь представляешь? Это я, может, себе представлял себе в первый день своего задумывания об этом. Потом я представлял себе по-другому. Это все сложно. Жизнь полна парадоксов, говна, сволочизма, боли, всех человеческих чувств. Но есть зло, Тёма, есть зло, и есть добро. Хорошая концепция. Есть правда и есть ложь. Нету такого, что правда и ложь перемежаются, мы не знаем. Нет, нет. Мы знаем, даже не из трех витков косичка, это косичка, знаешь, это такой моток 100 метров в диаметре цветных проводов. Хорошие образы, но это неправда. Вот самое кошмарное. Ты поймешь, что жизнь чуть посложнее, чем ты ее хочешь описать. И еще главное, быстро всем раздать лейбаки, типа, мне стыдно, я хороший, и такой отошел в сторону. Я не говорю, что я хороший, я не говорю, что я хороший. Давай в котел с грешниками, туда вот, значит. Тёма, я никого в котел с грешниками, я не говорю, что я хороший, потому что там... Но ты претендуешь на это. Ты говоришь, что тебе стыдно, чтобы тебя заметили и сделали хорошим, хотя бы в твоей душе. Кто? Мне все равно. Нет, я свободен. Это маячок такой, ты как бы сигнал испускаешь, вдруг кто-то услышит. Я ищу своих. Так я и говорю. Для чего? Чтобы бороться со злом. И с тобой я разговариваю только для того, чтобы ты в нужный момент подложил гранату. Не для чего больше. То есть, если бы... Это ты отвербуешь, чтобы я гранату положил? Грубо говоря, да. Ну, мы же сейчас шутим. Соответственно, как это называется... Кому подкладывать? Злодеям? В моим злодеям? Ну, да. Ну, моим не надо. То есть, твои хорошие. Ну, я так и понял сразу. Ну, то, что сейчас происходит на Украине, тоже далековато от тебя. В каком смысле? В Киеве. Ну, ты сейчас волнуешься, что происходит? Очень. И довольно давно волнуюсь. С какого времени? У меня офис в Киеве с 2000 года. Так. Без перерыва. Там работал всегда. Ну, я знаю, ты делал для Одессы, делал... И для еще много кого. Много кого, да. И даже вот после 2014 года еще город Измаилл к нам пришел за логотипом. Разные, опять же, люди бывают. Вот кому-то это кажется невозможным, а мы иногда делаем такие штуки. Тёмно, это так... Так, что про Украину... Я много чего могу рассказать. Я обожаю Украину. У меня огромное количество там друзей, отношений и всего остального. Ты же скажешь, что происходит сейчас. Сейчас у меня Зеленский спиздил две квартиры. То есть, вот, что тебя волнует. Это я в курсе. Это меня волнует. Это волнует. Всё. А ты имеешь в виду военные действия, которые там происходят? Не знаю. Люди обстреливают. Обстреливают. Мы обстреливаем. А Белгород можно обстреливать? Мы обстреливаем. Тёмно, если ты мне дашь по морде... То ты мне тоже дашь по морде. То вариант, что я тебе дам по морде, но и все-таки есть. Но ты же не знаешь предысторию. Может, я до этого сидел и целый час просто выводил тебя на взрыв. Может, я так вот перед лицом махал, говорил, воздух общий. Так вот. Чтобы ты выбесился. И ты тогда не держался, и как этому негру в метро с вертушки. А, кстати, вот эта история у тебя какие вызвала про негра мысли? Вот в советское время были такие отношения. Есть даже поговорка хорошая, забитого, двух небитых дают. Зато люди были дисциплинированные. Нас этому не учили в школе. Ну, твой юмор, твой юмор, как бы парадоксов и как бы таких, это же не смешно. Потому что, во-первых, не в советское время, потому что мы с тобой в 2000-е в метро ездили. Ты читал Томасуэра. Там их все время пороли в школе. Вот клали ученика и ремнем по жопе. А в Америке, кстати, до сих пор порят в школах. Примерно в третье штатах. И даже если ты зайдешь на Амазон, там продается специальная доска для шлепания. Она похожа на разделочную доску. Ты берешь ее и пожжешь ученику. Зато он становится послушнее и покладистее. И американцы знают толк воспитания. А у нас в школе такого нет. Подожди, мы про Украину. То есть это все, вот то, что у тебя взяли квартиры, я себе представляю, там, наверное, офис, ну, офис, наверное, оплачивается. В смысле, он все, теперь перешел в государство. Ну, да. Ну, как квартира, да. И квартира тоже, да. Хорошая такая была, добротажная, прямо на золотых воротах. Ярославов вал, дом 8. В советской, я пытаюсь, послевоенные такие, да, эти большие? Древолюционный дом, как говорят в Киеве, царский. Я просто пытаюсь вспомнить. У нас, мы говорим древолюционный, они говорят царский. Хороший, добротный, классный дом. Я сделал ремонт в подъезде всем соседям. Единственный москаль, который это сделал. Ну, ты, я думаю, ну, не единственный в Москве тоже ремонт с соседями сделал. Ну, хорошо, а давай вот... Это все не важно. Обычно либералы и всякие люди... А ты, кстати, либерал? Я тоже либерал. Ну, что либерал, это человек про свободу. Да. Ты давай по-русски говоришь. Конечно. Да, то есть мы просто свободны. Но у меня очень много хорошего здорового консерватизма, который неизбежно возникает, когда ты руководишь процессами и людьми. Когда у тебя большая семья и когда у тебя большой коллектив, ты думаешь вообще другими мозгами. Ты понимаешь после этого, что все остальные ребята, у которых не было такого опыта, даже немножко смешно их слушать. Потому что это как восстание детей в детском саду против директора детского сада. Типа, давайте его из кабинета выгоним и будем сейчас начальством. Ну, ты знаешь, мне кажется, то, что сейчас происходит на Украине... Ну, я-то следил за этим сначала. Люди, грубо говоря, не послушались, их решили наказать. Да, то есть наказать градами. Да, отлично, правильно говоришь. Краткая история Донбасса. Люди не послушались, их решили наказать, стреляют градами. Все, все ровно так и было. Я был в 2015 году в Донецке и в Луганске. Видел все эти разрушения, видел эту аллею ангелов. Сейчас ты съездил в Мариуполь уже? Да. Ну, как? Города не осталось. Какие у тебя реакции? Донбасс остался тогда, когда ты ездил? Донецк, да. Донецк ты видел до войны? Я видел. До 14-го. А сейчас видел? Да. Нормально? Ну, в центре розы растут. Все хорошо. Очень зеленый город. Ну, ты не чувствуешь ответственность за то, что это вот... За то, что украинцы бомбили своих же, за то, что они решили... Типа, их объявили сепаратистами и поэтому решили по ним стрелять? Мы туда войска не ввели с гора оружия. Какой-то момент ввели, когда уже там... Да, наверное, сразу ввели. Не сразу. Больше того, смотри, вот я когда сейчас читаю новости... А ты, кстати, откуда новости берешь? А у меня всегда подписано, откуда? Я же не... Нет, ну я сейчас тебя спрашиваю. Ну, в смысле, что... Вот ты откуда новости? Отовсюду. Отовсюду вообще? Конечно, да. BBC, Медуза, Голос Америки. То есть у меня не то, что я читаю российскую газету только. Я не настолько добоюсь. У меня один сайт. Я просто один сайт. Нет. А не может быть одного сайта? Ну, почему? Я видео только смотрю, я не читаю. Это как... Что? Униан. Ну, это помойка редкая. Просто жалко должно быть тебя. Это же просто конкретная украинская пропагандистская помойка. Ну, не помойка, да. Но нет, ну я... В принципе, они... Я видео смотрю... На Украине очень низкий уровень журналистики, объективно. Если ты читаешь украинские СМИ. Я смотрю видео. Или видео. Во-первых, ну, видео... Очень низкий уровень. Ну, неприлично. Ну, хорошо. Я считаю, что... Вот в этом месте мне действительно стыдно. Да? Да. А в какой ты вот смотришь новости, которые... Ну, я считаю, что это мой уровень просто. Это мой уровень. Просто я другие физически не смог читать. Медузы я не смог читать. Я Медузы читаю. И так далее. Нет. Нет, я просто физически эти все... Нет, профессионально. Я должен все это пролистывать. Смотри, сейчас самое... Вот я не могу назвать издание, которое было... New York Times превратился тоже в абсолютно просто сраное говно. Полностью. Я его читаю очень давно. Но сейчас это невозможно. Это прям совсем просто разжижение мозга. Если на русском языке самое лучшее... Это то, что ты можешь делать. Ты можешь собрать себе подборку классных каналов в Телеграме. Независимых разных авторов, журналистов, которые соответствуют твоим интеллектуальным потребностям. У меня есть каналы на 50 человек. То есть это совсем супер-мегаламповые, домашние. Есть каналы на 800 тысяч, которые много кто читает. Это, которые ты ведешь? Нет. То, что я подписан. Потому что я сам себе редакция. Я себе собираю портфель информации, который мне доставляет... Это мы носик прочли уже 20 лет назад, когда он поздравил всех с новой реальностью журналистики. Да, это я тоже... Это я понимаю, да. Про то, что ты говоришь, я пытался... Ну, то есть я был подписан на людей, но это насколько страшно. Вот жили в мире спокойствия. Ты говоришь, что тебя в Симфероте, в Евпаторе, дедушка. Вы были в Крыму. Это еще было в советское время. Ну, да. Они военные, которые приехали и там остались после службы. Да. То есть это был Советский Союз? Да. Ну, по сути, Россия. Нет, там по-украински телевидение было. Ну, вообще разницы мы никогда не видели. Но все-таки я видел, потому что это был район рядом с домами караимов. Ну, то есть и татар. Которые начали возвращаться, то их селили за городом. Поэтому все-таки тоже это было не все такое. Ну, все равно это же было в пределах твоей страны, ты мог перемещаться без виз, проблем. Да, да, да. Ну, только что я в Киев ездил. И потом вдруг это становится территорией государства Украина. Людям другие паспорта выдают. Проходит какое-то время. Подожди, ну мы же спокойно ездили в Украине. Я объездил всю Украину спокойно. У меня, например, въезд с 16-го года запрещен. С 16-го? Ну, а с 14-го года война, Тём. У кого с кем? С страной, которая вела войска в Крым. Крым помнишь? Да. Ну, мы только что его вспоминали. Ну, ты понимаешь, что произошло? Поменял юрисдикцию. Просто так? Ну, мне всегда интересно, почему люди меня спрашивают про Крым, а не задают этот вопрос трём миллионам жителям Крыма. Может, они сначала ответят, почему им так выгоднее, удобнее, проще. Все получили русские паспорта. Войска не ввели. Войска там всегда были. Наши войска. Они всегда были. Там военная база, официально я. Туда никто не привозил новые самолёты с солдатами. Они там были. Там есть контингент. По закону мы арендовали на 50 лет Севастополь. Тём, можно у тебя в квартире снять чуланчик? Можно. Да, я там... Так бывает. Да, вот я это сниму там. Там, Матвейка, занеси гранатомёты. Давидка поживёт. Там ещё чуть-чуть. А потом они просто скажут... Знаешь, Севастополь всегда был местом русского флота. Ну, ты ничего не можешь на эту тему сказать. В смысле? Ну, в смысле? В смысле это, конечно, не я. Нет, там стояли казацкие сначала баланды какие-то, шаланды, а потом сейчас вот... Ну, турецкие стояли. Ну, а до этого греческие. Турецкие, генуэзские, да. Кто там ещё был, да? Это вот русские. В смысле русской славы. Слушайте, тоже про русскую славу. Что русской славы затопили корабли и кучу народу издали в Севастополь. Написали хороший роман. Между прочим, была очень крупная крымская война. Да, да, да. У которой все открыли консервы, придумали. Да, да. Но написали хороший роман. То есть тогда Крым можно было забрать. Тогда не стыдно. А сейчас стыдно. У кого забрать? Тогда у Асмана забрали. У Екатерины? У Патоцки или кто там? Была какая-то там уже восьмая по счёту русско-турецкая война. Да, ну вот. Их же много было. И вот в какой-то момент всё-таки туркам дали люлей и забрали Крым. И это никому. Боя Крыму всё в дыму. Чукой на джейский мир, да. Ну и что, я не понял, что... Тогда не стыдно? Тогда можно? Ты ходил с дедушкой в Евпаторию, потому что Лев Толстой тебе отобрал Крым. Мне стыдно, что дедушка там служил. Нет, это другое. Это значит, я тебе хочу сказать. Я сказал, что я не знаю, я считаю советскую армию преступной. А в чём её преступность? Преступная по отношению к методам войны. Их нет, если ты не в курсе. Нет. Есть. Ну ты вот израильская армия, я уверен... А, у неё методы войны. То есть она гуманно детей убивает бомбами. Ну ты знаешь, евреи детей убивают. Это методы и обычаи ведения войны. Я тебе просто хочу сказать. Значит, знаешь, в чём разница? Ну-ка. Вот, когда кто-то входит и насилует женщин, там... Ну вот соседние деревни, например. Вот деревни были разные русские. Да, какие-то воры, какие-то убийцы, которые хорошо принимали людей. Да, то есть вот эти воры идут к соседнюю деревню, там насилуют, убивают, да, уходят. Те в соседнюю деревню берут и начинают там... И увозят ещё кого-то к себе. Эти соседи начинают отбивать этих женщин, эти спрятались там, что... И происходит там, они стреляют, и кто-то, может быть, гибнет. Ты не видишь разницы между того, что люди пришли, младенцев убили, головой об стенку кинули, или человек спасает женщину, которую взяли в плен и насилуют сейчас, и он стреляет, а те подставляют своих младенцев под... Ну, я вижу, что у тебя насрано израильской пропагандой капитально в голове. Ты начинаешь оправдывать смерти. Это для меня самая ужасная вещь на свете. Я не оправдываю. Смерти нельзя оправдывать. Я не оправдываю, я не хочу, чтобы кто-то умирал. Ты объясняешь, почему Израиль делает всё правильно? Он это делает чудовищно. Делая правильные вещи, наверное, которые он должен делать. Он должен своих защитить, свою территорию, своих людей, спасти пленников и так далее. А что делать? А как по-другому? Ты знаешь про ответ правильный? Я не знаю, и ты не знаешь. Но то, что делает Израиль, в любом случае неправильно. У меня есть такая точка зрения, и я её придерживаюсь. Потому что у меня такая точка зрения про любую войну, неважно, где она происходит. Когда там Эфиопия с Теграем воюет, полмиллиона человек два года назад умерло. Тебе даже не знал, что это есть. Сейчас Украину, вот зачем обстреливать Киев, Херсон, каждый день Харьков? А ты веришь, что обстреливают? Ну, в смысле, опять видео. А ты новости читаешь? Новости я не читаю. Ну, хорошо. Радио Свободу я слушаю. Радио Свободу. Выпущено 50 ракет, погибло 2 человека. Там примерно такие новости. Да, там 50... А как ты думаешь, сколько стоит ракета? Перехвачено там сколько-то миллионов. Ее очень жалко просто. Ее не надо... Для того, чтобы убить одного человека, не нужно ракету пускать. Да, но если ты обезьяна, например, или люди, которые в Мерседесах ездят, вот на улицах Москвы... Купил Мерседес обезьяну? Да, потому... Нет, не потому, что он купил Мерседес. Ну, просто они... То есть, они не создали это. Точно так же это оружие, они стреляют просто. Так же, как... Горы трупов сейчас нет. Я еду сейчас на работу утром в Апрелевку там. И едут в обратную сторону, едут эти люди с сумками военной формы нашего с тобой младшего возраста. Ну, ты представляешь, там рефрагинаторы трупов, там ребята... Горы трупов. Так бывает на войне, да. Просто я как раз вчера общался, у меня есть такая программа, 10 тысяч шагов общения. Я гуляю от работы до дома, приглашаю людей пройтись вместе со мной. Вчера гулял с мужиком, который в ЧВК Вагнер служит. Просто потому, что мне интересно из первых уст послушать то, что не напишут в прессе. То, что не расскажут, как это работает, какие чувства, какие ситуации. Вот это все. Очень для того, чтобы знать разные точки зрения. Ну, точно так же, как я переписываюсь секретно с людьми, которые живут на Украине, с которыми я давно общаюсь. То есть, которые после того, как у нас идет переписка в Телеграме, они стирают все чаты, чтобы не было никаких следов вообще, чтобы мы общались. Ну, я себе представляю, да. Ну, потому что мне надо знать, что происходит со всех сторон. И то, что сейчас происходит, ну, по крайней мере, с первых дней, это идет обстрел инфраструктуры критической, которые типа стреляют в электростанцию, потому что электростанция питает дата-центр, который нужен военным. Ну, там такая логика обычно. То есть, просто так по жилым домам никто не стреляет, если ты мог заметить. Ты Мариулы видел? Да. А ты знаешь, кто его брал, в первую очередь? Кто? ДНРовцы. А ДНРовцы, это кто? Это все граждане Украины бывшие. Они мстили. Кстати, это очень удобно. Нет, это смотри. А они мстили, они уничтожили. Это не просто так. Там очень интересный психологический момент. А ДНР, это сколько у них всего, чтобы они целый город уничтожить? А там штурмовые группы по 100 человек. Ну, в смысле, там 100 никогда не ходят, там по 10 человек. Они берут дом за дом. Дом за дом. Переделок домов нет. Да, ты знаешь, как дом берется? Дом берется примерно за день. Туда нужно 10 раз стрельнуть из гранатомета, чтобы оттуда всех выкурить. И потом зачистить периметр, и они так перемещаются. Ну, из гранатомета я вот не военный. Если ты посмотришь все фотки из Мариуполя, там можно было просто с самолету скинуть две бомбы, и вопрос был бы закрыт. Там шла ручная работа. Это очень геморройно. Мне кажется, что и кинули, и не получилось, потому что Азов-сталь. Смотри, Мариуполь был городом-конфеткой специально, чтобы показать донецким, что типа вы вообще там лошьё, вот мы тут в светлой Украине, у нас тут плиточка положена, у нас тут благоустройство. Ну, а донецк-то там какой был университет, какой спортивный этот бомбик. Они всё время показывают, что типа вы недолюди. Если помнишь начало войны... Почему? Кто так говорил? Лишне хромосомные свинособаки. Это главный термин из всех украинских чатов прорусских. Ты говоришь, ты используешь чаты, я не знаю, 0% людей, которых... Когда мне мои подруги из Киева с двумя высшими образованиями стали писать, что русский солдат, впервые в жизни приехав на Украину, увидел асфальт. Нет, я понимаю, что там работа была проделана ювелированной. Нет, она имеет в виду... Нет, Тём, мы с тобой по России ездили. Я ездил точно. Я ездил. Значит, ты, там, не знаю, Кировскую область... А я ещё ездил по всей Украине. И я ездил по всей Украине. И я могу сравнить. И я тоже, Тёма, я тоже ездил по всей Украине. На Украине вот с момента развала Советского Союза там не было никаких вложений ни в какую инфраструктуру. Единственное, шоссе из Киева в Одессу построили. Всё. Они не делали ни одной новой электростанции, они не делали ни одного нового инфраструктурного объекта, ни одной новой плотины. Вообще ничего. Тём, я тоже всё... Ну, давай, это всё. Потом они начали делать. Нет. Остановимся. В России... Вот в России идёт прогресс. Количество отсутствующих дорог, деревня... Ты ездил по М12 сейчас? Тёма, мы говорим, солдаты не живут на М12. Солдаты, которые идут воевать и которые видят украинца... Тёма, ты не... Жизнь у тебя не линейная. Ты согласишься со мной? Я с тобой соглашусь. Ты помнишь улицы города? Есть солдаты, которые погибли на войне, а есть дорога М12. И это происходит одновременно. И если ты это когда-нибудь сможешь в одной главе сочетать, что жизнь парадоксальна. Что у тебя бывает так, здесь вечеринка, а тут похороны одновременно. Когда тебя убивают, когда тебя убивают... Что я должен в этот момент сделать? Что ты мне предлагаешь делать? Украинцы говорят, что они не дают их убивать. Они себя защищают. Да. Тех, украинцы... Ты дороги на М12 на Украину несёшь? Ты мне хочешь сказать, что где-то в мире происходит ужасное, страшное... Не где-то в мире. В том мире нашем. Украина наш, с тобой мир. Да, в нашем мире. В нашем мире. Мы бомбим этот мир. Превращаем его в то место, куда ты в Мариуполь ещё приедешь? Конечно. Зачем? Посмотреть, как его отстроят. Я поехал, посмотрел на Азовсталь. Всё своими глазами. Это я понимаю. Я не был на Азовсталь, потому что... Потому что что? Ещё я поехал на Азовскую атомную электростанцию, на крыше постоял. Ну как там? Нету нашей взрывчатки? Взрывчатка есть? Зачем взрывчатка на Атомной электростанции? Как ты думаешь? А зачем взорвали Каховскую газ? Мы. Это плотина. И неизвестно, кто её взорвал. А, неизвестно. А ты думаешь, что известно? Я думаю, да. А зачем мы её взорвали? Чтобы что? Какой военный смысл? Чтобы не дать дальше... Что случилось? Раньше надо было плыть, сейчас можно пешком перейти. В чём военный смысл? Я не знаю, военный смысл. Ну, у тебя есть уверенность. А северные потоки кто взорвал? Я не в курсе. Немецкие газопроводы. Ну, догадайся. Хорошо, это взорвали... Ты думаешь, что украинцы, чтобы Россия не... Америкосы взорвали. Америкосы. А украинцев у них моря нет с той стороны. То есть, америкосы. А чего не евреи? Я думаю, что какой-нибудь умный еврей там присутствовал, который планировал, куда надо взрывчатку приклеить. Ну, может, русские, продажные русские? Ты не думал об этом? Зачем свой газопровод взорвать, если можно кран перекрыть? Продажные русские. Зачем? Зачем? Просто чтобы жить, как парень, который перелетел. Чтобы американцы свой газок продавали, а не мы. Нет, чтобы тот человек, который наш, который сдаёт, чтобы он жил нормально. Каждый, кто сдаёт, думает о себе. Что сдаёт? Как взорвать газопровод русский? Нет? Ты думаешь, это американцы? Ну, я пытаюсь понять, согласно формуле «ищи, кому выгодно», в чём выгода России от этих взрывов. А я не говорю, что это вот... А ты передёргиваешь. Причём тут я про это... В чём выгодна Россия, кстати. А в чём выгодно России вот дальше вот это вот... На Украине что происходит? Вот в чём выгода? Политически, исторически очень просто. Потому что это наша территория, и оттуда пиндосы должны пойти нахуй. Пиндосы – это кто? Зеленский? Американцы. Украинцы. Какой это? Ну, это НАТО же есть, если ты не слышал, такой военный союз, который расширяется очень сильно на восток. Он уже расширился. И у меня есть очень простая формула. А ты не хотел бы, чтобы мы были в НАТО? Когда-то, не сейчас уже, это когда-то... У тебя был период когда-нибудь? Был такой момент. Был такой момент. Потому что, что, если вы на нас наступаете, давайте мы будем с вами вместе. И тогда не будет... Кто наступает? На тебя, ты серьёзно? Вот это я называю вербовкой, Тёма. Я вот не могу поверить, что... А как ты называешь движение, когда у тебя... Вот ты смотришь на карту по годам. Знаешь, такие хронологические карты. Перемещаешь бегунок и видишь... Да-да-да, увеличивается. Как оно идёт на восток. Это что? Это наступление? Или это просто вступление в клуб новых классных ребят, а просто они оказались сбоку от нас? Просто кому-то мы... Просто, ну, Тёма. Ну, назови это. Это что? В смысле, это то, что, значит, людям плохо с нами. Почему? Вместо варшавского договора они теперь пошли в НАТО. Да, потому что... Хорошо, приняли это. Приняли. Вот так происходит. Ты всё объяснил. Мы говно, с нами плохо, не хочется. А там хорошо, там айфон и макдональдс. Поэтому... Да нет, там свобода. Свобода там, точно. И там-то настоящая свобода. Да не там, ты просто... Ну, ладно. Знаешь, что у меня был канал на Ютьюбе с миллионом подписчиков? Да, у меня 150. А знаешь, почему он был? Где? На Ютьюбе. Потому что... Так, почему? Ну, его Ютьюб стёр. А, по-моему, здесь... Под ноль. Так. Свобода слова, демократия, не перепутай. Нет, ну мне тоже пишут. Я тоже, когда мне пишут в блоге, мои 150 подписчиков, сколько, 350. Тоже что-нибудь такое пишут, я говорю, еди нахуй, и стираю. Ну, ты стираешь... То есть я тоже... Комментатора, а это платформа, где есть миллион человек, которые подписали. Ну, это они придумали эту платформу. И что? Создай свою. Ты дизайнер. Ну, вот сейчас я этим и занимаюсь. Ну, вот. Да, и всё. То есть ты в этом месте тоже, ты быстро переключился и оправдал? Нет, я их могу понять. Я ничего... Можешь понять. Ну, смотри, предположим, это не ты. Ну, смотри, забудьте... Роза Кадырова вёл. Ну, да, его тоже в Инстаграме забрали. Ну, потому что... Да. А чем он мешал? Чем мешал? Я не знаю. Это вообще... Ты так щедро раздаёшь просто всем... Щедро? Много всем? Кому? Нет, ну а что... Так, Тём, расскажи Роза Кадырова. Просто у меня... Ну, я слежу за этим, как такое действующее лицо, как человек, который... Первая Чеченская война, это был наш с тобой призыв. Я волновался за ребят, которые там... Второй... Второй раз, там, что-то ещё, там, я волновался. Дома взрывали. На Каширском шоссе. Ты тревожный. Я тревожный, да. Ты нервный. И про Кадырова расскажи. Я потом смотрю, он нашего возраста опять. Я смотрю на его лицо. Он чуть помладше меня. Ну, и меня. Да, то есть я смотрю, ну, кстати, по лицу-то у него он пожил, пережил больше, чем я поел. То есть у него... Хотя я себя не вижу. В общем, этот... Расскажи о нём, что вот у тебя была встреча с ним, как ты там оказался. Я знаю, что ты путешествовал по Чечне, чтобы сказать, что всё отлично, там, горы красивые когда-то. То, что я написал когда-то, когда я был в Чечне, так и висит у меня на сайте. Да, расскажи. Это и сам прочти. А сейчас, а вот с последнего, это я прочту. Ну, а сейчас тогда ещё я застал какие-то следы войны, сейчас их уже, естественно, не осталось. Никаких. Полностью перестроенный город со своей, безусловно, спецификой. Потому что там, понятно, что это отдельное государство, внутри государства, со своими законами, со своими нормами. Это нормально, кстати, я тебя спрашиваю. Это нормально. Да, то есть своё государство внутри. Я имперец, если что. Имперец. Тебе будет проще понимать, почему я что-то называю нормальным, да, потому что я за империю. Империя – это большая сложная конструкция, в которой есть разные культуры и разные религии и разные люди. Мы их не гомогенизируем, а они разные. Точно так же, вот я сейчас из Индии прилетел, с детьми мы ездили в Варанасе смотреть, как трупы сжигают на набережной. Очень классно. А в Гоа не сжигают трупы на набережной, там пляжик. Вот в одной стране может быть максимально разное. И это всё может быть одна страна. Там голландцы, а культурили? Португальцы. Ну, может быть. И это отдельный штат. Гоа присоединился к Индии только в 46-м году, можно сказать, вчера. А Индия состоит там, сколько, 29 штатов, и в каждом из них свой язык, свой алфавит, своя культура, роуминг между ними. Это в одном месте у тебя симка работает, в другом не работает. Это разное. Потому что это тоже империя. И российская империя, это империя. У нас есть... Ты не можешь сказать, что якуты и чеченцы должны как-то стать одинаковыми. Этого никогда не будет. Потому что вообще это разные страны. То есть территории нужны. Я просто про Украину. Что там людей не будет? Почему не будет? Ну, заселить? Ну, а что? Подожди, а кто те миллионы украинцев, которые русские паспорта получают? Ты хочешь их сначала спросить, а потом меня? Что такое государство? Миллионы украинцев? Я знаю о миллионах бегущих от российской армии. А ты знаешь, что больше всего украинских беженцев в России? Ты чувствуешь, я сейчас как пропагандист такой выступаю, как этот самый Познер самого Брежневского разлива, защищая свою страну? Ты в свое, в свои это, в свои... В России больше всего украинских беженцев. Ну, мне сложно... Из всех остальных стран, вот на первом месте, на первой строчке три миллиона беженцев, которые после начала войны... Хорошо, Тём, знаешь, я постараюсь быть в форме... Тём, а ты знаешь, что в России больше всего число из этих, по количеству из беженцев выехали отсюда, бежа? Нет, это те, которые транзитом шли, потому что из Украины сбежать нельзя, а через Донецк было можно. Все хитрожопые хохлы, они через Донецк въезжали на территорию туда, в Ростов, оттуда они сверху вот так переезжали... Хитрожопые хохлы. Это хитрожопые хохлы, это тоже определение... Потому что, смотри, если ты гражданин Украины, ты хочешь через Львов или Закарпаттия переехать за границу, тебе говорят, иди на фронт, мы тебя не выпустим, ты призывного возраста. Что они делают? Они с этой стороны через Донецк перемещаются, и сверху Украины, когда там пускали Латву или Туфинляндию, они там уезжали в Европу. Наверное, кто-то так делал. Это слово хитрожопость, это хороший термин, потому что, в принципе, ты знаешь, что украинцы очень изобретательные люди. Чищать, я, знаешь, сейчас как бы придут, чтобы я извинялся. Я буду это... Что это все? Тем, ты берешь... Люди спасают свою жизнь. Это нормально. Нет, ты берешь какой-то этот и возводишь его на всю ситуацию. Понимаешь? Ты проецируешь на все. Что количество там людей, детей, которые... А это не ты так делаешь? Ну, ты знаешь, я несовершенен. Я, честно говоря, бессознательный. Ты мне сейчас говоришь, что поскольку были расстрелы, то поэтому... Слушай, у тебя синие волосы были, когда ты пришел? Они что? Только что ты не был синим. У тебя сейчас фильтр упал там. У меня фильтр упал. Я смотрю, я пришел, думаю, вот у тебя у меня нет синих волос. Сейчас есть. Мне кажется, что в разговоре немножечко так начинает прорисовываться, знаешь, когда так двигаешь объектив и фокус становится более четким. То, что ты несколько раз уже произносил слово зло в применении к России, тебе кажется, что то, что делает Россия, при том, что она делает абсолютно то же самое, что и все остальные империи. Американская, британская, французская, китайская, индийская. Сносит города сейчас? Мы про сейчас говорим? Или про исторический аспект? А ты хочешь сказать, что какая-то из перечисленных мной империй сейчас не сносит города? Ты в Сирию давно видел? А кто там сносил? Американцы? Не мы, не мы президент, я верю президенту нашему, он сказал, что мы там потренировались, нет? Мы там неплохо потренировались, я уверен. Да, ну потренировались, сносить. А что там делают американцы? Ты задавал себе вопрос? То есть то, что мы там, это зло, а то, что американцы там, это добро. И у тебя одновременно... Еще раз, я про них ничего не знаю. Ты знаешь, мне все равно... А что ты про нас знаешь? Вот те, что Министерство обороны докладывает, что там происходит, откуда ты знаешь, что-то про нас? Я ничего не знаю. Я знаю про наших, так же мало, как про американцев. В смысле? Я вижу, что... Ты знаешь, вот я там вижу камеру, там Буча, например, что такое. Ты мне можешь сказать, что ты же не видел момент расстрела, ты видел вот камеру, а потом ты увидишь трупы. Но я вижу этого солдата, я вижу по нему, что ему надоест через 5 минут или через 12 часов их охранять. Потому что я вижу эти глаза. То есть мы с тобой видели одни и те же кадры. До начала никто не нападет, мы там тренируемся в Белгородской области. А я вижу фотографии, которые шлют домой солдаты, вот где они в школе там лежат по валку. Я вспоминаю 1939 год. Я вспоминаю даже себя в школе, в простой какой-то. Потом я вижу кадры, когда стоит танк и стреляет в едущие машины. Просто я вижу, это я вижу наших солдатов. Я вижу сначала первые дни, которые глаза, когда этот мальчик, которого с БТРом остановили украинцы где-то в лесу и сказали, что или вы разрушаетесь, мы его сейчас убьем. И вышел, и он говорит, я не знаю, где мы, там что-то нас послали, там сказали, приказали, что-то. Я вижу его глаза. И он говорит, нам все равно, что вам приказали, сейчас если не получите оружие, вы убьете. Я вижу этого мальчика, я вижу следующий кадр, когда там человек, мент, который как меня останавливает, там мы для вашей безопасности здесь КПП сделали, а тетенька едет, говорит, паспорт у меня на телевизоре, мне не нужно с собой паспорт носить. И я представляю, что дальше будет с этими людьми, когда его там, ему еду не принесут, этому солдату, когда в него потом выстрелят. ты входишь, и начинается война, и ты начинаешь, вот эти все наши, это наши, то есть мои, это наши дети уже по возрасту. То есть ты, когда вот ты отдаешь, никто не хочет убивать. Ну тебе просто, что с этим человеком делать? Вот мне сказали тебя охранять. Ну ты, блядь, выше меня. Что ты вообще, я там в туалет хочу пойти, мне надоело. И они берут и стреляют, чтобы этого не было. Понимаешь? И это не то, что мне не рассказывают украинцы. Я это вижу. Ты думаешь, я как бы в своем мире, меня жалко тебе, что это всего нет? Я уверен, что на войне происходит очень много плохого. И, кстати, для этого существует военная прокуратура, которая расследует преступления. Потому что, если бы не было преступления, не было бы прокуратуры военной. Абсолютно очевидно, что все, что ты приводишь как примеры чего-то незаконного, не должно происходить. И в этом нет никаких сомнений, даже с точки зрения организации процесса. Хорошо. Ты думаешь, они расследовались, эти примеры? Я не сомневаюсь, что они расследовались. Не сомневаюсь? Конечно. У нас есть красные зоны. Что такое красная зона? Там, где сидят силовики, менты, военные. А, знаю, да. Они отдельно сидят. Нет, это ты... Они сидят, есть красные зоны. А, то есть вообще, ты говоришь, я имею в виду про убийство в Украине, кого-то судили, ты думаешь? Конечно. Вот те, кто там в квартире, всю семью... Просто вряд ли тебе будут об этом рассказывать, что вот кто-то типа расстрелял украинскую семью, и поэтому мы его посадили. И он бы его втих посадил. Вообще в нормальной стране, в моей стране, это... Об этом должен говорить премьер-министр. Про это... На это... Мы пришли в эту зону. Я уверен, что все, что ты... Все эти вопросы, которые ты хочешь задать, на них ответят после войны. Потому что, когда идет... А, сейчас идет фаза военной пропаганды и цензуры, и это... Ну, нельзя под руку говорить. Если ты обратишь внимание на твой любимый Израиль, который ты приводишь пример, там военная цензура официальна. Мой любимый идишеская культура. Официально. То есть ты не можешь написать какую-то новость или какую-то заметку о том, что происходит в военных действиях без одобрения военного цензора в Израиле. Да, да. Это я знаю. Для чего? Чтобы лишнего не пиздели. Ну, ты знаешь, там, если... Они какие-то вещи... Подожди, но лишнего не пиздели, нет. У нас разные понятия о лишнем. Они встретили трех бегущих людей. И расстреляли. И расстреляли. Оказались заложниками. Да, своих. Да, своих. И об этом говорят, и вся страна об этом переживает и думает. Ну, это как прочитанная драматургия. Нет. А здесь, когда человек говорит, что мы убивали в буче, его сажают в тюрьму. За... Как это называется? За фейки. За фейки. Тема, разницы с моим любимым Израилем не чувствуешь с моей любимой Россией? Ты хочешь... Вот такой прием полемический используешь, когда ты берешь какой-то... Вот с этой точки говоришь, что то, что произошло с этого дня, вот с этой минуты, это событие ужасное. И так не должно происходить, как они посмели так поступить. А то, что было до этого события, что это все цепочка событий, которая привела к этому, ты как будто этого не замечаешь. Вот этот вот вопрос риторический, где вы были 8 лет, он имеет содержание. Ты сейчас выйдешь или я выйду сейчас и начну стрелять. Тема, у меня очень больная психика. У меня жила наорала. Я пойду сейчас кого-то убью. Это будет какая-то цепочка? Жила тихо, мирно Россия с Украиной. Никогда в голову никому не могло прийти. Тихо, мирно? Всю жизнь. Один народ. После 45-го года 10 лет стреляли в советские тюрьмы украинские политзаключенные сотнями. Тихо, мирно? Запрет украинского... Ты имеешь в виду террористов, которые по лесам бегали? Вот когда их отстрелили, стало все хорошо. О, террористов. Тема, ты говоришь, это... То есть ты за ОУН УПА? Я нет. Но это стреляли не только... Я не знаю этих товарищей... У меня сложное чувство к этим всем ребятам, как ты понимаешь. Но мои учителя... Я считаю, что национализм это вообще гнусная вещь в любой стране. А имперскость? Отличная вещь. Потому что имперскость, она впитывает в себя разные культуры. Имперскость не борется с народами. В этом различие. Ну как не борется? Нет, имперскость борется. Подожди. Это противоположные вещи. Нет, русский язык, империя русская проповедовала и запрет на... Какой запрет? Они вот в Украине в каждой республике делали своих национальных героев, поэтов, писателей. Украине Шевченко подарили. Он им был нахуй не нужен. Его поставили памятник в каждом городе. И еще в центре Москвы воткнули памятник. И еще писали газетам на украинском, которые никто не читал. Ты не знаешь, что это там карельские языки люди запрещали, запреты на, я не знаю, там казахские или какие-то там... Не в курсе. Русификация Белоруссии. Ничего такого не слышал? Я говорю про империю. Были такие процессы? В смысле были. Тема, это нормально, это и есть национализм. Империя, это национализм. Ты делаешь как себя, вот как ты, для меня, например, крова... Вот что такое 90-е? Язык и культура это разные вещи. Извини, этот дизайн, какой каждый дизайнер какую-то хуйню напишет. Обалденно было. Каждый этот... И тут пришел Тема, блядь, все в одну строчку, я прям вижу, Кегель только такой. Это все... Но ты сейчас не меня описываешь. А кто это сделал, чтобы все в Москве... Не ты задал вот этот... Дизайн-код. Код. Ну, я сделал регламент, я не сказал, какой должен быть шлифт. Да-да-да, я понимаю, да-да-да-да-да-да, но я имею в виду, что я говорю, что естественно, но ты унифицировался. То есть ты против такого? Нет, я за, но в том тоже был класс. Нет, это я хотел этот... У меня всегда любимый... Это я зря отвёрся на этот. Нужно зайти в Яндекс.Карты, там есть переключение в режим панорамы, ты можешь поставить точку в любой улице, и там выбор года. То есть ты можешь на 15 лет на машине времени переместиться. Ну и посмотри, надо было это делать или нет. Я знаю, что это надо, но ты помнишь всё-таки тот кайф, когда вот этот твой блог... Я помню кровь из глаз. Какой кровь из глаз? Я не говорю про твой бизнес, про его стратегии. Одна из стратегий, это не только сиськи, которые привлекают, ну с чего он начался, а ещё как это, нестандартные фотографии и так далее. Вот эти все... Кровь из глаз как бы. Это же наоборот, это жизнь, это не кровь из глаз. То есть это вот всё вот... Это одна из форм жизни запущенной. Запущенной, но из него может вырасти хороший дизайн, мне кажется. То есть вот... Ты далеко скакнул. Знаешь, когда у тебя машины паркуются в три ряда на улице, это, конечно, классно для дизайна, для разнообразия, но вообще это бардак. Да, это всё, это я признаю, значит, это ты прав. Насчёт организации пространства и дизайна, действительно, это всё удобнее, хотя всё равно, ну с художественной точки зрения, может какие-то открытия быть. Может. Да, это да. Вообще нужно помнить всегда про то, что сложность и разность очень важны, и их нужно очень грамотно в какие-то рамки помещать. Очень грамотно. Если ты пережестишь, если у тебя соберутся какие-то шипокляки и пиздулины, которые начнут говорить тебе, как надо жить, когда можно веселиться, это пипец. Это точно, вот это самое худшее, что можно сделать для страны, это главные враги страны. А когда у тебя есть разумное разнообразие, многокультуре, когда у тебя все со всеми... Ну, кстати, а как ты оцениваешь, что там голую вечеринку, я случайно это не видел? Нет, ну понятно, насрать. Там ничего обсуждать. Нет, ну там людей... Какие, кстати, у нас есть правила проведения вечеринок? Вообще интересно. Вот запретили людям в бежем белье. Слушай, это ничем не отличается. Вот в советское время менты там ловили на улице молодых людей за то, что у них длинные волосы или брюки клеш. Это такой же пиздец. Ну это... Ну это вообще... Ты можешь... Существует синдром вахтера, как ты знаешь, когда вот ему дали какой-то гайдлайн, по которому можно ебать всех. Ну это Путин же сказал-то, извини. Ты знаешь, все остальные побежали. Я не знаю, кто сказал. Я не думаю, что это уровень Путина. Он сказал... Вот это да. Ну Песков там... Да-да-да. Песков сказал, что мы не будем это обсуждать. Нет, это про убийство Немцова. Нет, он сказал про голую вечеринку. Он сказал, давайте мы будем единственными людьми, которые не будем обсуждать голую вечеринку. Да, ну ладно. Хорошо, ладно. Это я не в курсе. Хорошо, ладно. Про бедного Киркорова... Ну, мне не жалко, но он, конечно, в данном случае жертва, что он попал под горячую руку каких-то мудаков. Потому что нет правил проведения вечеринок. Можно ходить... Все люди под одеждой голые. И вообще... Да, она безвкусная. Да, это ужасно. Ну, так я и не хожу, например, на такие вечеринки. Все, что я могу высказать, все мое отношение, в этом выражается. Это не мой фан. Нет, ну там мальчика, который в носке, это ход Чили Пепперс. Там вообще... Да, это все обсуждать. Это все... Это не тема для обсуждения, да. Это не делает страну злом. Это да. Ну, это... Хотя ты видишь... Для меня это внутри зла копошение в банке. Вот как... Смотри, у нас с тобой даже, наверное, во многом похожие взгляды на то, что происходит. Но есть разница. Да, есть популярность. Потому что то, что вот есть страна, и ты ее маркируешь злом, а я вижу ту же самую страну со всеми теми же самыми процессами, проблемами и всем остальным содержанием. Только выкини последний. И я считаю, что это прекрасное место. Замечательная страна с прекрасными людьми, с большим количеством возможностей. И в каком-то смысле, если бы я просто сидел и рассказывал тебе о том, что со мной хорошая, это как бы... Хорошо. Просто вот я тебе такое наговорил, но у меня есть конкретный, личный... Моя биография, состоящая из хорошо задокументированных этапов. Видно, что я делал каждый день. Как я решал разные задачи, как я решал разные сложности, как на меня нападали всякие пидорасы. Не то, что я прожил такую... Знаешь, у меня вот это... Айкумена такая. Я себя даже не могу представить, да. Много сложностей, потому что жизнь, в принципе, у верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Это про меня. Хорошо. Есть конкуренция, есть всякие наезды, есть все, что угодно. Единственное, что никто не крышевал, потому что, ну, это смешно. Дизайн не крышует. Крышуют нефть. Вот там, когда ты сказал, что КГБ или там ФСБ как-то имеет отношение к бизнесу, да, когда у тебя ресурс, когда у тебя есть гора из металла или из золота, извини, ты не можешь кого попало туда пускать. Там надо пускать своих и еще держать их за яйца. По-другому не бывает. Может быть. И урановый рудник нельзя кому попало тоже дать. Тема, прекрасную страну. У нас все совпадает с тобой, кроме одного. Да, ты не можешь сам себя как будто полюбить. Как будто вот ты считаешь, что ты хороший. Я очень. Да. Как ты такой хороший, и как тебе твои родители тоже такие хорошие, и твои дедушки, бабушки хорошие, тебя такого хорошего родили, и как ты стал такой талантливый художник в этой стране. Я стал, благодаря тому, что ты, кстати, не взял меня на работу, и мне приходилось... Вы же наживаете. Да, и мне приходилось заниматься тем, что я делаю никому не нужным, и думать... Без драмы нет драматургии, да. Вот это путь героя, преодоление. Это все... Подожди, нет, не об этом. Я просто хотел предложение закончить. Мы с тобой действительно это лучшая страна в мире. Но мы... У меня такое ощущение, и я не верю, что ты это не знаешь, что у нас, грубо говоря, за этой стеной, миллион человек в тюрьме, в аду. Просто за этой стеной. А под... В тюрьме не так плохо, как в СИЗО, кстати. А под землей... На зоне лучше. А под землей в каждом дворе расстреляны и трупы. А что метро? В динозавры, да. Ну, я просто тебе говорю, значит, и... Так и что? Да. И у нас разница только потом. Ты говоришь, что... Я туда не попаду, или меня не волнует. Ты говоришь, что под землей трупы, поэтому пиздец, а я говорю, под землей метро, поэтому классно. Нет. Ну, там и трупы, и метро, понимаешь? Это одновременно. Как это называется? Ты перескочил в неудобную часть и юмористическую. Я говорю, что жизнь это инь-ян. Нет. Там есть и в белом черное, и в черном белое. Про метро и трупы, трупы, это память, это... Ты можешь знать, не знать, это все равно. Сколько надо помнить? Каждый день вспоминать, раз в год вспоминать. За этой стеной. Вот девочки, которые спели что там, Богородица Путина там прогони, да? Вот они... То есть это страна, в этой стране есть что хорошее, второе или первое, это девочки. И... А ты заметил, что когда девочки поехали там фотографироваться с Клинтоншей, они не пели ни в каком храме Богородица, не знаю, Обаму прыгали. Еще раз, они попали в ситуацию, если ты следил... А те, кто это делал, вот те, кто... Павленский, помнишь, такой был художник, который яйца прибивал на Красной площади и поджигал дверь ФСБ? Обалденный, кстати, художественный. Он потом поджег дверь Банка Франции. Помнишь, чем закончилось? Да. Чем тоталитарный режим отличается от демократического? Здесь у него штраф был 5 тысяч рублей, а там его посадили на полгода. А здесь он в тюрьме не сидел, мне кажется? Не знаю, ну, в общем, Павленский, не знаю, вообще, Павленский, к сожалению... Здесь сказали, забирайте этого пидораса себе и выжили туда. И все. Тёма, быстро объяснили, как жизнь устроена. От твоего дизайна и от моего рисования останется Павленский на фольде дверей в истории искусства. Это обалденно. Ну, ещё вот этот хуй, который... Вот это самое лучшее. Вот это лучшее, да. Павленский тоже, так поработать с образом, это тебе не синие волосы. И не вот этот... А вот мост напротив, причём это же напротив как раз ФСБ на литей. Это вообще... Почему это не я сделал, потому что это... Почему не я? Да, то есть это просто это должен был, это вот я должен был сделать, потому что я теперь в Питер езжу. И вообще, как все смотрят на эти хуи, когда поднимаются. Как это... Правда, Анатолий Геннадьевич говорит, что про это они обсудили где-то в 10 лет тогда-то. Вот. Но я, например, только тогда увидел. Блин, как? Почему? Согласен, да. Вот. Но перейдём к тому, что люди... То есть ситуация, что есть тюрьмы как в Таиланде, меня как-то действительно как-то это абстрагирует. Я к ним не касаюсь. А за этой стеной, за этой стеной люди в воде, там, ну я не знаю, ну действительно там в тюрьме. Сизо. Смотри, вот такой вопрос. Ты живёшь, допустим... Так я задал вопрос. Ты ответь на него. Чё, какой? Нет, тебя не смущает то, что половина... Да, это то, что я хочу переформулировать, тебя спросить, как я слышу твой вопрос. И он же будет и ответ. Ты живёшь, вот как я вырос, в Медведково, обычный девятиэтажный четырёхподъездный дом. Вот ты живёшь там на восьмом этаже, во втором подъезде. И вдруг у тебя в четвёртом подъезде на третьем этаже кого-то убивают в твоём доме. Ты можешь после этого жить в этом доме? Или ты срочно бросаешь все вещи, всё, выезжаешь и больше никогда туда не возвращаешься? И с какой точностью? До района сбежишь? Или в соседний город сбежишь? Сёма. Или в соседнюю страну сбежишь? Ты передёргиваешь. Ты живёшь в Медведково, второй подъезд на седьмом этаже. Восьмом. На восьмом этаже. А на седьмом этаже кто-то свою маму или кого-то насилует. Насилует. И ты знаешь. Ты ходишь мимо школы? Там выходит человек, и ты знаешь, что там насилуют человека. Позвонишь в милицию. А это милиционер. Смотри фильм «Груз-200». А что? Ну, это не ответ, Тём. А ты что делаешь? Хорошо. Вот я позвонил в милицию, мне говорят, извините, это наш. Ну, вот я так живу. Ты знаешь, как я живу. Вот я не знаю, что делать. Я вот хожу и рассказываю, там он насилует. Есть вышестоящая организация. Вышестоящая организация, говорят, это фейк. Нет, всегда у тебя берут заявление. Да, мы первое заявление пройдёмте. А у вас что, вы, кстати, налоги платили? Это мне будут говорить. Тебе так говорили? Ты вообще... Ну, ты просто, знаешь, мои уровни. Правоохранительные имел какие-то отношения? Или ты только вот из того, что ты юниан читаешь? Ну, меня задерживали на митинге. Ко мне после Навального пришли. Ты сидел 4 часа, они давали писать в автобусе в Сахарова? Нет, 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 нет. А что так? Почему? Да. Ну, потому что, во-первых, я пописал перед тем, как пойти на это. Подготовился. Я подготовился, да. Нет. Но я пописал, потому что я туда рисовать пошёл. Поэтому я пописал. Я думал, что я буду только рисовать. Меня быстро забрали. Вот. Я смотрел людям, которые заполняли глаза, которые сказали, что я стоял и рисовал. Они сказали, уйдите, я просто сейчас дорисую, они забрали меня. Значит, что они писали, неповиновение властям, там, ну, стандартно, это всё, это менты писали. А когда я говорил с этим, кто принимал, говорит, не волнуйтесь, прокурор разберётся, ну, то есть суд разберётся, всё внимательно рассмотрит. Чем закончилось? Штраф? Ну, штраф 10 тысяч, да, естественно. Судья всталась? Ну, в смысле, всё. Мне было, как это называется, второй раз пришли. Твои кости не в земле лежат, в подвале Лаубянском. Ну, я представляю, что если бы мои кости, ну, например, я начал бы выёвываться, что это мои кости всё-таки там легли, ну, Тём сказал, ну, типа, он выёвывался и всё. То есть мы же не знаем, что там было, на самом деле, почему Пашу убили. Почему мы во многих случаях знаем всё, что было, если ты имеешь в виду 37-й год? Нет, какой 37-й? Сейчас нет расстрелов. Прости. Ты за Навальным следишь, кстати? Ты читаешь его? Кстати, читаешь его? Я на него в Инстаграме подписан. Ну, это, я не знаю, я вообще не очень понимаю, как ты это, у меня там 10 подписок, мне с трудом это всё отслеживать. Тут я, на самом деле, смотрю два, то есть по археологии мировой и вот этот, просто остальное у меня нету, кроме друзей, мне нет времени это всё смотреть. Как ты это всё успеваешь? Вот Навального, ты читаешь, что он пишет каждый раз? Каждый раз это невозможно читать, это очень скучно. Да? Ну, просто у меня... Ну, иногда я почитываю. У меня вызывает наоборот обалденно, он пишет очень хорошо для меня. Нет. Ну, ты как сын лингвиста, я как сын писателя. Да. По-моему, очень хорошо пишет. В той ситуации, и... То есть, ну, может быть... Ну, то есть, я стал просто рисовать его, каждые образы, как он... Как я себе представляю себе. Он тоже нашего поколения, да? То есть, просто... То есть, вот он, попадя в тюрьму, ты там бы, сказал бы, там, нары чуть-чуть выше поднять, там, поперекрасить, перекрасить это, там, обустроил бы быт самих сначала охранников, потом они в благодарность тебе, там, и всё, улучшил бы быт всей страны, всей этой зоны. А я бы орал просто от ужаса и умер, то есть, как действовали мои родственники. То есть, парализовал. Я, кстати, занимаюсь сейчас дизайном СИЗО. Какого? Вообще общего? СИЗО как проект. Как проект в СИЗО. А перевези СИЗО для наших юных зрителей. СИЗО это следственный изолятор. Это то место, куда тебя помещают, пока ещё суд не состоялся, пока ещё не вынесено решение, ты виноват или нет, ты отправляешься на зону или нет, ты в нейтральном статусе. Но тебя нужно изолировать, потому что ты можешь повлиять, например, на свидетелей. Поэтому существуют определённые виды преступления, если тебя в них подозревают, тебя сажают в СИЗО. Ты там сидишь. Это место чудовищное, отвратительное. Оно хуже, чем тюрьма, потому что это самое помойное, отстойное, бесчеловечное место, где сейчас людей максимально унижают. Ты срёшь в полу в дырку, в большой переполненной, прокуренной камере, и вообще там никакого комфорта. Так устроено. Так у тебя как? Так получилось. Я делаю из этого проект, ну, типа что-то ближе к норвежской тюрьме, чтобы просто были, собрать весь опыт, собрать все, там тоже есть непростые вещи, потому что как только ты скажешь, давайте сделаем отдельную кабинку с туалетом, где будет закрываться дверь, и там будет стоять фарфоровый унитаз, тебе объяснят, почему этого делать нельзя. А почему нельзя сделать кирпичное такое ограждение? Ну, так сейчас и делают в СИЗО. Ты молодец, изобрёл современное русское СИЗО. Я изобрёл? И сейчас это дело ют? Дело ют, да. Я не изобрёл, это без Таджикистана. Ну, я считаю, что это унижает человеческое достоинство, срать при низкой стенке. А у них есть какие-то свои соображения. Но лучше в дырку? Да, нормально. Чаша Генуя называется. В Японии срут, ничего страшного. Нет, а тут же самое главное не про дырка, это как ограничить это пространство. Ну, хотя бы занавесочкой это крыть. Но они скажут, а занавесочкой можно задушить кого-то, или повеситься. Изнасиловать. Да. Так как решается? Как ты решаешь? Нет простых решений. Как ты решаешь? Я говорю. Я делаю набор каких-то человеческих вариантов, по планировке, по подходу, потому как всё это организовано, как там люди содержатся, вот это всё. Это очевидно, что я не единственный, кто хотел бы это поменять. Очевидно, что система в какой-то момент с этим справится. Посмотри на московские поликлиники, тоже проект, к которому мы имеем отношение. Моя поликлиника? Да, моя поликлиника. Выглядит хорошо. Хорошо, молодец. В Нью-Йорке нет таких хороших больниц. Я считаю, что в этом... Я имею в виду Нью-Йорк, стиль. В этом мое одно из предназначений. У меня есть простой принцип. Я хочу, чтобы страна, когда я буду умирать, была лучше, чем когда я в ней родился. Всё. Я не могу повлиять на все процессы. Я могу повлиять на что-то. С этим не подпуришь, но, например... И мне не стыдно. И в этой стране каждый день будет происходить какая-то лютейшая хуйня. То есть, предположим, ты бы так же действовал в Германии в 30-е годы, если бы при Гитлере ты бы улучшал государство. Вот я просто... Ты представь себе. Ну, то есть, какая разница? Фердинанд Порше делал свои машины. Да-да-да. Не, я про них... Адди Дасслер шил свои ботинки. Да-да, мы всегда... Мерседес, так далее. Опель. Все мы копатели знаем, что мы делали. Они строили шоссе. Они строили дома. А что делать? Я тебя спрашиваю. Делать... Жить в жизнь. Жить в жизнь. Если ты собираешь полное гетто евреев и там их засовываешь в газовую камеру, конечно, ты преступник максимальный при жизни. А если ты живешь в стране, которая это делает, цыган, комосексуалистов и больных, то ты... Ты же знаешь, что люди были не в курсе, да? Ну, ты знаешь, что это неправда. Все были в курсе. Я тебе рассказываю. Все были в курсе. Не все. Ну, ты в курсе, что сейчас происходит. Не про них, а сейчас. Ты в курсе, что сейчас происходит. Сейчас кого-то сжигают в газовой камере? У нас сейчас самый вегетарианский режим ever вообще. Со всю историю страны. У тебя даже... Кем, на Украине них пытают, в пыточных... Ты уверен... Ты не знаешь, что пыточные... Больше всего пытают, кстати, свои же. Ты давай... ДНР-овские. Так, мы не надо... Значит, ты знаешь, чем отличается Израиль от того, что ты говоришь? Чем? Как это называется? Единственное, самое главное... Главное... Ну, ты знаешь, как к арабам? Главная трагедия израильского мира по отношению к арабам Это резня там где-то, где христиане какой-то страны, которые сотрудничали с Израилем, вырезали мусульман. И вот как-то Шакила там что-то такое... Кто-то там... Ну, неважно, я уже тоже не в курсе. То есть Израиль отвечает за это. Да, это страшная трагедия, которой мы вина... Хотя вырезали не израилетяне, даже не солдаты, а вот эти повстанцы. Ты там додумываешь, да. Это, конечно, были солдаты армии Израиля, которые деревню там всю мирную вырезали с женщинами. Да не было. С парнем. Да почитай. В смысле, почитай, спорим. Ты где читаешь? А, кстати, я просто хочу уточнить, а кровь младенцев христиане пьют? Я просто говорил на территории Беларуси... Христиане не пьют? Евреи пьют. Для маца используют, как ты думаешь? Маца, как ты знаешь, не содержит крови. Я тебя спрашиваю. То, что я знаю, это неважно. Ты знаешь, что... Я разговаривал с людьми, а я тебе расскажу. Ты встречал людей, которые в это верят? Да. В Литве. Я нет. А я встречал в Беларуси и Литве. Я разговаривал с людьми, которые... Говорили в детстве, к папе приходил дядя Авраам. Говорил, смотри, Саша, возьми мацун. Говорит, спасибо, дядя Авраам. Но я знаю, что там кровь христианских младенцев. Они это... Ну, короче, это же глупость вся эта протокола сионских мудрецов. Нет, откуда ты берешь информацию, что евреи... Я не читаю протоколы сионских мудрецов всерьез. Так, нет, я не про это. Не передергивай. Откуда ты берешь информацию, что израильские солдаты убили этих... С чего ты взял? Потому что ты веришь, что все солдаты плохие, значит, израильские... Нет, были такие эпизоды. А у Америки есть эпизод, когда они в Вьетнаме. Почему тут Америка? Подожди, это важно, потому что ты хочешь... Один эпизод не может означать, что все люди так себя ведут. Почему-то так случилось, они решили, что там все коллаборанты или все там прячут у себя преступников или еще что-то, поэтому командир отдал приказ расстрелять, там солдаты перестарались, ну вот так. А у Американцев такая же хуйня была во Вьетнаме. Они тоже там какую-то деревню полностью выкосили. Ну, это... Какой-то супермерзкий эпизод. Ну, помнишь, там в 60-е годы в Америке против войны выступления, ты смотрел фильм Хайрт. Сейчас подожди. Сейчас стыдно должно быть американцам, что это такой эпизод в их истории. Каждый день сидят, стыдятся? Или просто живут, работают? Я про них не знаю. Я думаю, что как нация это осознала, и там выходили люди, и... Ты умеешь с помощью нации что-то осознавать? Как ты это делаешь? Тема, кстати, скажи мне, пожалуйста, ну ладно, как я делаю, внутреннее знание. Скажи мне, у тебя мальчики есть дети? Да. А какой самый старший возраст? 22. А не институт закончил уже? Нет еще. А после института как в армию пойдет? Если надо, то пойдет. В смысле, если надо? По-моему, это обязательная процедура. Нет, не обязательно. Ну, если ты не болен. Ну, есть призыв. Срочная служба. Ну. Да, срочная служба, это не война. Да, срочная служба. Пойдут? Ну, если они захотят, они пойдут. В смысле, если их хотят, по-моему, это обязательно. Нет. Как-то нет. Расскажи. А ты ходил? Я болен. А у меня дети. Да, а у них-то еще нет? Или уже... Может, скоро будут? Трое? По-моему, с двумя уже можно. Ну, хорошо. А у них есть дети? Нет, я еще пока не дедушка. И я, что странно, кстати. Вот эта разница. Подожди, ты не ответил. Если захотят, пойдут. Это что значит? Ну, в смысле... Ну, если не захотят, то не пойдут. Если не захотят, то не пойдут. А как? Есть способы. Пойдут в компанию, где бронь. Пойдут в IT. Будут учиться в университете в каком-то. Ты хочешь меня... Типа, а что это мои дети не умирают? Я не хочу, чтобы мои дети умирали. Найди противоречия в моих словах. Подожди, нет. Может, я хочу, чтобы у кого-то другого дети умирали? Нет, подожди. Я просто хотел... Нет. Я не хочу ни у кого, чтобы никто не умирал. Никогда. Нет, ну, подожди. Ну, ладно. Нет, ну, подожди. А что, ну? Я против смертей вообще. Не важно каких. И против смертей арабских детей тоже. Ну, ладно. Про арабов ладно. Очень мне жалко. У меня сердце болит за арабских детей. Да, мне их жалко. Они не виноваты. У меня еврейских девочек. Ты смотрел вообще? Просмотрел этот, что там было 7 октября? Просмотрел. Ну, и какие у тебя чувства вызвали? Бывает? У меня были... Нет, нет. У меня были чувства, что это очень хорошо оркестрированная провокация. Что так залупнуться прям вот настолько... Да, ты как бы заходишь в клетку к тигру, берешь палку с гвоздем и так вот в глаз. Хуя! И ждешь, что будет. Что будет. Ну, тебя съедят. Очевидно. А чья провокация? Я думаю, что это... Американцев. Американцы... А, это... Американцы все. У американцев очень много чего. Американцы, у них есть определенный почерк. Особенно у них есть специальные, конечно же, организации или структуры, которые занимаются тем, что они вот так вот... Они же сделали там ИГИЛ, Аль-Каиду. Это же все их креатуры. Это даже не особо скрывается. И Бен Ладен тоже всю жизнь там с американцами сосался в засос. Потом они о чем-то посрались. Потому что они там как-то несные контракты переключили. Ох, Хамас-то мы это создали-то. И палестинские эти все. Ладно, подожди. Ну, что ты хочешь сказать? Ладно. Я думаю, что какое-то... Ты помнишь, да? Ты отвечаешь на реакцию, на просмотры. Назовем это, не знаю, специальным каким-то образованием. Какая-то организация или специальная служба, которая договорилась через кого-то, через каких-то людей. Она кто? Кому принадлежит специальная служба? В Интересах? В Америке. Хотя я думаю, что с Израилем они точно договаривались. Потому что Израиль такой, ой, а мы не знаем, у нас тут ой, камера не работает, ой, вообще мы не в курсе. То есть они подпустили, дали себя... Это про убийство Немцова-то сейчас или камера не работает? Ладно, давай. Там все работало. Там все работало? Конечно. Почему? Со стороны только Третьяковки где-то. Нет, это тебе сказали специально в первые полчаса, что камера не работала. А потом все камеры, вокруг Кремля все камеры работают. Если что, они там пять раз продублированы. Можешь не сомневаться. Так, это видео Немцова. Они же убийцу поймали, конечно. Просто тебе его не показывали. Ладно, так потом. Зачем тебе нужны такие кадры на фоне Кремля для общественного достояния? Не нужны. Я так предполагаю, что они так делали. Израиль, очевидно, договорившись, что они этих ребят разогреют, дадут им оружие, накрутят, дадут наркоты, посадят их на эти парапланы, скажут, ебить. Израиль? Нет. Ну, то есть, какая-то группа влияния. Допустим, это даже какое-то крыло Хамаса, которое... Им настолько вселили в них чувство уверенности, или сказали, что, ребята, вы начинаете работать, а мы сейчас поддержим вас. У нас там со своей стороны... Мы готовы. Такая операция. И они с утра, как эти... Как самураи, решили перейти границу у реки. Как россияне. Перешли. Напали на фестиваль, который случайно, видимо, оказался в этот день. Он же на следующий день уже был не там. Просто кого-то взяли под руку, перебили, перенасиловали, ноги сломали. И то, как они красочно это снимали, показывали. То есть, это же чудовищные преступления. Так себя не ведут. То есть, одно дело, когда ты там куда-то выстрелил, кто-то умер. Ну, ладно. Типа, война. А тут ты прямо делаешь прямо звериные, чудовищные, бесчеловечные преступления, которые не могут вызвать никакой реакции, кроме как, типа, кинуть атомную бомбу в ответ. А ты не видел, когда... Тебе не кажется, что это специальная провокация? Нет, не кажется. Ты думаешь, что просто они так себя... Это их образ жизни? Да. Да? Да. Ты помнишь, как израильтян, которых ловили на улицах, и вся улица их убивала? Не в этот момент. Ну, и в этот тоже, ну, там, трупы. А вот когда там израильтян ловили. Когда любой теракт, это радость у всего народа и ликование. Я не знаю, как. У нас такого я даже не видел, чтобы на улицах все радовались так вот какому-то празднику. Это разные менталитеты народные. Они находятся... Ну, то есть, видишь, ты, значит, считаешь, что есть народы плохие, и поэтому они, вот... Народ террорист, они убивают, это у них в крови, а мы хорошие. И ты так быстренько разделил людей. А я так не умею. Ну, кстати, что-то на меня похоже. Ну, я так не совсем считаю, но вообще... Ну, как бы чуть-чуть считаешь. Чуть-чуть считаю, да. Ну, точно так же, как вот литовцы евреев убивали. Ну, то есть, все знали о том, кто убивает. Украинцы убивали. Украинцы убивали, русские убивали. Западенцы. Да все убивали. Тема, мы с тобой тоже... Русские евреев отселяли, они убивали. Нет, там территории... Погромы были не в России, они были в Киеве. Тема, ты знаешь... Знаешь, дедушка Блинкина, он... Когда у него читаешь биографию, там, в Нью-Йорк-Таймсе, написано, что дедушка Блинкина сбежала из России от погромов еврейских. А когда смотришь, где он был в этот момент, ему было два года, и он сбежал из Киева. И они не пишут, что это Украина. Потому что когда выгодно, пишут, что сбежал из России. То есть, ты знаешь... Ладно, ты напоминаешь мне, у меня был товарищ старший. Бенкендорф его звали. Значит, и там, ну, обычно ты встречаешься там где-то или на дне рождения, или на поминках. Значит, это всё с выпиванием, воспоминанием каких-то этих. А когда я напьюсь, то где-то на седьмой или восьмой рюмке эта еврейская тема всегда, то есть она всегда всплывает. То есть это вот точно совершенно. Все там знают это. И там что-то я сказал, и Бенкендорф он там... Ну, это тоже, сколько же ему лет? Ну, то есть это поколение с 45-го года, 47-го. Ну, это было лет 20, наверное. Говорят, о, точно, точно, я знаю, евреев же притесняли. Я помню, Левитан у нас дома жил. Там у евреев было два года, когда их притесняли в России, в Российской империи. То есть он не знает, а чертястя, вообще, я очень смеялся. То есть что это? Он знает только вот этот маленький, что у их семьи, Левитана он жил, значит, вот эти два года евреев притесняли. А вообще все нормально было в Российской империи, вот такая была. А ты знаешь, что ровно такие же процессы были в Великобритании и в Америке? Ты меня спрашиваешь, знаешь, в Америке, ты имеешь в виду антисемитские или какие? Да, в 20-е годы. Весь мир был ебанутый тогда. Весь мир. Нет, мир антисемитский ебанут всегда. То есть в Вавилоне был такой же процесс. Всегда. Это отдельная история. Ты сейчас видишь, как евреи как бы... Сейчас говорю? Нет. Да. Ты видишь, как сейчас происходит процесс, когда люди... Это антисемитизм, да. Как люди такие, мы не готовы поддерживать такое убийство, поэтому мы против того, что делает Израиль. Ты видишь, как антиизраильские настроения прям конкретно расцветают. Ну, это не так. Ну, они совершенно, реакция, как девочек изнасиловали, мой любимый Вайнштейн, реакция на Вайнштейна и реакция на... А мне нравится реакция Запада, потому что когда у тебя... Вот у тебя есть зона боевых действий на Украине, зона боевых действий в секторе Газа. Путин с Марией Львовой-Беловой детей перевозят в Артек, чтобы на них бомба не упала. Они устраивают геноцид. И Путина объявляют в международный розыск, в международный уголовный суд. А Израиль убивает 10 тысяч детей в секторе Газа. Ручки вот они. Никто не виноват, никто не преступник, никакого геноцида нет. Тебе нормально? Евреи разлучают детей с матерями? Бомбами. Еще раз, евреи специально убивают детей? А по-твоему, они случайно их убивают? Это сопутствующий ущерб, трагедия войны? Ты знаешь разницу, ну то есть ты считаешь, что это выдумано, что бункеры и военеты в школе устраивать и там в мечети. Ты считаешь, что если у тебя оружие, ну то есть вот эти... Ты знаешь, что в Израиле бункер в каждом доме? Да, Тём, ты... Пронированная комната в каждой квартире. Да, но пусковая... Потому что в Израиле в каждом доме пусковая, рядом с роддомом будет пусковая в Израиле, или в каждом доме будет гранатомет. Ну в каждом сейчас ты скажешь, да. А в Газе, конечно, в каждом роддоме по гранатомету. Ну конечно, они прямо в родильном отделении, прямо... Ты садишься в гинекологическое кресло, а у тебя из ног гранатомет торчит. Это чистые арабы, они так живут. Ты что, не знал? Ну ты передергиваешь, ну в общем... Затвор передергиваешь и стреляешь прямо из роддома. А по-другому не получается. Они пытались не ставить туда гранатомет, всё равно, сука, заводится с утра заново. Вот такой народ, понимаешь? Не могут без гранатомета, никак. То подвал выкопают, то гранатомет в роддоме разместят. Надо с этим что-то делать. Плохой народ. Вот, видишь, неудачный. Надо как-то его деть куда-то. Нет, никто не говорит. Посадить там абрикосовые сады на месте сектора газа. И всё, вопрос закроется. Нет, никто не говорит абрикосовые сады сажать. Надо нормально... Все думают, чтобы люди не хотели убивать тебя. Если ты, например, там твоя семья, отличные ребята, папа, это я не знаю, предположим. А дети ходят и стреляют из окон на соседей. Ну то есть вероятность того, что там... Даже не этот, не твои дети, а вот там целый квартал такой. Ты уже второй раз делаешь тот же самый приём. Ты только с какой-то одной точки говоришь, что вот эти правы, потому что они мстят за что-то плохое. Не мстят. Ну просто надо что-то делать с действительностью. Люди. Надо что-то делать с двух сторон. Согласен. Конечно. Когда украинская армия стала обстреливать Донецк и Луганск, они же своих. Это и территория. Можешь стрелять по своей территории? Ты как россиянин. 95-го года стреляем мы по своей территории. Бобили. А ты думаешь, что я счастлив от этого? Ты думаешь, что я поддерживаю какую-либо войну где-то в мире? Нет. Никогда в жизни не поддерживал. С рождения. Я против войн. Ты со мной споришь? А что такое против? Что такое против? Против войн просто. А ты не понимаешь свою ответственность? Как надо? Понимать свою ответственность. Предложи мне. Понимаешь? Спорт спасения, батюшка. Вот направь и укрепи. Что делать? Как деятельно быть против войн? На площадь выходить с плакатиком? Вообще у тебя аудитория, в отличие от меня, миллион человек. Убивать нельзя. Нельзя. Убивать нельзя. Не поэтому. Просто нельзя. Поэтому у меня есть самый лучший. Вот моя концепция, просто мой дзен. Он сформулирован в плакате времен Второй мировой войны. Она же Великоотечественная у нас. Не Балтай? Нет. Это тоже полезное правило, но нет. Тоже из двух слов. С одним предлогом. За Родину? Нет. Там стоит на заводе чувак, который точит деталь. И сверху ему что-то типа Родины матери. Пальцем указывающим. Говорит. Мсти у станка. Не все должны пойти на фронт и там умереть в окопе. Если ты делаешь свою работу, делаешь то, что нужно для победы или для страны, ты тоже будешь участвовать в благородном месте. Не все люди, которые воевали, обязательно воевали на фронте. Кто-то из них воевал в тылу. И они тоже участвовали на войне. Ну, то есть, это твоя война. Моя. В Украине. Нет. Ну, ты сейчас у станка для... Нет. Я у станка занимаюсь своими делами. Я не участвую в войне. А что ты никак не участвуешь? Когда я против войны, это значит, что я ни на какой войне никакого участия не принимаю. А человек, который... Я живу в стране. Нет. Мой станок компьютер. Вот и я на нем. Я мстю за то, чтобы было так, как я хочу. Чтобы было хорошо. Я мстю плохим силам, чтобы говноедов было мало, а хороших людей было много. И распространяю разумное, доброе, вечное. Так, как умею. И не помогаю плохим. Ну, то есть, я ничего не хочу сказать. Ты ничего не чувствуешь. Я не верю, что ты... У меня сердце болит. Что значит, я ничего не чувствую? Нет, это твоя ответственность. Ты не чувствуешь. Ответственность? Это что значит? Прости меня. То есть, когда ты произносишь слово ответственность, что должно... Это юридический термин. Оферта какая-то мне предъявляется. Я что-то кому-то должен? Идите нахуй. Я ничего не должен. У меня есть мои моральные стандарты, которых я придерживаюсь. Мои моральные стандарты совершенно... То есть, не касаются вот то, что происходит? Касается. Я даже уверен, что кто-то из моих знакомых погиб на этой войне. Ну, кто-то точно. Я даже знаю, кто погиб. Это очень грустно. Просто я узнаю еще, что кто-то погиб. Ну, мог не погибнуть. Да, это очень плохо. Ну, не должны ли мы с тобой на своем уровне говорить о том, что нельзя... Ты можешь мне дать достаточный набор критериев или требований, что сделать, чтобы я был хорошим? Ты так хороший... Нет. Я тебе не говорю, что ты плохой. Индульгенцию купить или как-то еще искупить? Я не говорю, что ты плохой. Ты говоришь, что есть ответственность. Значит, я что-то кому-то должен. Вот в каком объеме и что? Нет, но я говорю про себя. Я с тобой разговариваю как с собой. То есть я на самом деле... У тебя ответственность такая, что тебе стыдно. Или ты вот не плачешь налоги, чтобы там, не знаю... Ты плачу и налоги. Я очень не плачу налоги. В метро проходишь. И я хожу в метро. Вот смотрите, вот я хожу, у меня зафиксируете. Я хожу в метро. Троечка, да. А то есть ты прямо к грудью припадаешь к турникету? Ну, я приспускаю колени, конечно. А тебе косворотка нужна? Она есть. Она есть. Я в метро с народом. Правда, когда дагестанцы вышли, я написал своим друзьям, что... Как это называется? Меня там спрашивают, кошмар, там что-то на фашире. Говорит, я не уверен. Я ходил неделю в кипе в метро. Ждал, что тебе кто-то... Нет, я не ждал. Просто, то есть я... Да всем пофиг. Я хожу все на гугу. Нет, ну не пофиг. Видно. Знаешь, похоже, как в Италии идешь с женой. Ты поворачиваешься, все смотрят только на тебя. То есть они смотрят явно на... Когда ты поворачиваешься, все сразу на тебя, то есть улыбаясь. То есть вот такое же ощущение. Все, когда ты поворачиваешься, смотрят куда-то... Ну, то есть ты видишь. То есть вот глаз, движение глаз отводит. Ну, так. То есть не больше. Это естественно. Смотри, я сравниваю война, когда происходит. Вот сейчас она просто очень близко к нам подошла. А до этого она была на расстоянии, поэтому как будто все равно. Каких-то там чучмеков кто-то где-то убил, в каких-то джунглях похрен. А тут вроде как... Чучмеков ты про чеченцев говоришь? Почему? Я про иракцев там, про... Нет, ну только что в нашей стране. Мы же про нашу страну. Вот мы... Вот сейчас война подошла близко. Мы не ожидали. У нас 25-го года идет война. Улетел чердак. Люди сошли с ума. Люди не знали, что делать. Их накрыло пыльным мешком. И вообще они просто ходили как зомби. Просто в полном. Потому что государство абсолютно забыло, что есть идеология, что надо людей хоть немножко подготовить. Посмотри, как Байден выступает. К убийству? Подожди, стоп. Ты считаешь, что надо подготовить к убийству было? Психологически надо людям рассказывать, что ты делаешь. Ты считаешь, что надо подготовить? Ты против, говоришь, войны. Сегодня. Подожди. Нет, это важно. Когда сегодня Америка ебнула по Йемену 70-ю ракетами, тут же выступил Байден и сказал, у меня ни одна мышца на лице не дрогнет. Если надо, еще больше пизды дадим. Потому что мы защищаем нас. Вот он так сказал. И вопрос закрыт. В Израиле выходит, Натаньяху говорит, мы прям все, акция возмездия, всем пиздец. Вообще, кто не спрятался, я не виноват, начинаем. У нас война. Ноль сомнений. Он не мял писю там, ничего, соплю на кулак не наматывал. Просто он вышел и сказал, ебашим. А у нас такие, ну, это как-то не мы, не ебашим. И вообще, давайте таких слов не произносите. Вообще, это не война. А отсюда люди с ума сходят. Война для меня – это извержение вулкана. Вот я сижу... То есть, мне ничего не сделаешь. Это стихийное ужасное детство. Если ты оказался в жерле, ты там сгоришь нахер. Они люди делают. Понимаешь, у меня подозрения. Ты историю читал в школе, учил. Там люди воевали всегда. Как думаешь, почему? Ну, я принадлежу к народу, который тысячу лет... Ну, сначала, правда, он был каким-то спецназом в Израиле. Под пастухами работал, а потом стал автоматами выкашивать. Нет, в Александрии, в Египте спецназ был израильский. Ну, израильтян. Такие, нет, израильские... Но с 70-го года, как ТИТ закончил спецоперацию, до 48-го, да, или до 43-го, до 43-го, да, когда... Или в 42-го, когда в Ашшарском восстании. Народ не воевал. Ну, то есть, понятно, что кто-то был, наверное, шофиров. В другом месте воевали. Шофиров там. А? В другом месте. Евреи? Другие народы воевали. Чего ты сразу евреи? Ну, потому что это я. Ты себя ассоциируешь с войнами 2000 лет назад? Да, это мои... То есть, вся история библейская, это все мои семьи. Ну, даже не библейская, а история Европы. Это мою семью выгнали оттуда. Мы травили колоссы там, там и кровь христианских младенцев. То есть, это все погром каждые 25 лет. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что можно, ну, то есть, не допускать войны. Да, и, соответственно, я за это. Я тоже за все хорошее. Ну, не за все хорошее. Ты говоришь, надо подготовить к войне. Народ, ты говоришь, русский, надо было подготовить к войне. Надо было. Не предотвратить войну, а подготовить к войне? Ее предотвращали. А когда уже решили, что все, идем воевать... Кто предотвращал? Кто предотвращал, скажи. Надо было вводить войска в 2014 году. Зачем? Тогда бы не было никакой войны. Зачем в другую страну вводить войска? Если бы мы не вводили войска, никто бы... Ты просто не следил за процессами, которые там происходили. Возможно. И обстрел, ты говоришь, что они свою территорию стреляют? То есть, можно одним украинцам по другим украинцам? Ты как будто даже оправдываешь. Типа, ну ладно, это же граница. Никакой границы. Они суверенное государство ебашит своих. Мы вооружили ту часть бандитов. Ты только что мне приводил в пример, когда у тебя на этаже ниже кто-то свою мать насилует, и ты идешь в полицию, и они тебя за это прессуют. А когда у тебя расстреливают свои-своих, ты такой мимо ходишь. Это их личные дела, они суверенное государство, хуй с ним. Нет. А что, ты позвонил в ООН, ты сказал, почему они стреляют по своим? Ты что-то сделал вообще тогда, в 2014 году? Подожди, в 2014 году? Ты молчал, просто молчал в тряпочку. Ты там насилованную мать чужую пытался спасти? Я про это все не знаю, что там. А, да-да-да, мне плохо слышно. Перекрытия такие, и паркет, знаешь, звук не пропускает. Не слышно, что этажом ниже происходит. Я не знаю. Как обезьянки. Нет, ну, Тём, может быть, я просто это, значит, в комментариях Крым, мы бомбить начали, я не помню. Сначала мы Крым... Крым ни одного выстрела. Без одного нет, убили человека одного. Какой-то на фабрике диафильного какого-то мудака. В смысле? Нет. На 3 миллиона... Какая разница? Большая. У тебя больше людей умирает от того, что они посказнулись на банановой кожуре, когда у тебя 3 миллиона населения. Это ты как Путин, который встречается с материнами и говорит, что... Кто-то каждый день умирает. Да, у нас ДТП больше, чем погибло сейчас. Это пиздец. А что ты... Одна смерть вообще не считается? Очень трагедия. Не считается? Трагедия, но, извини, это какая-то случайность. 3 миллиона человек, это много. А, один мало. Один мало. Просто, если ты посмотришь на статистику, сколько... Главное, в империи территории. Потому что территория... Ресурс. Ресурс и земельный, конечно. Вода, ископаемые и люди очень важны для процветания экономического. Поэтому, когда разваливается Советский Союз, для меня это очень грустно, потому что это неправильно так просто терять такие большие территории. Это нельзя делать вот так. Потому что, если прям хочется прямо избавиться, ну, хотя бы за денежку. Из Прибалтики надо было сказать, давайте вы нам будете платить 100 лет, тогда у вас свобода. Я бы так сказал. Ну, на это бы они сказали, хорошо, но вы нам будете платить за оккупацию 39-го года. Какую оккупацию? 39-го. Да это смешно. Они 10 лет были независимыми, а они из этого делают такое ощущение, что они всю жизнь были независимые. Нет. Ну, подожди. Великое княжество Литовское было независимым. Они всегда были под кем-то. Под шведами, под немцами. Великое княжество Литовское. Не знаешь второе? Два русских государства. Великое княжество Литовское. Ну, это большое было государство. Было. Было, да. Нет, ну... А что от него осталось? Литва? Ну, что осталось? Это каждый этот... От идишевского мира остался только я. В моем мире. И что? Он не исчез. Я вот, например, от моря до моря считаю, что идишевское государство должно быть. Ты вот за Прибалтику переживаешь, а все-таки, как украинцам подарили Львов, так же и литовцам подарили Вильнюс. Плохой Сталин. И Хрущев подарил, да, этот? Хрущев Крым подарил. Да, то есть, я не верю, что ты такими штампами мышь слышишь. Но он подарил известный почему. Потому что это был проект еще при Сталине сделан для того, чтобы было в одной юрисдикции водоснабжение. Вот этот канал крымский отдали Украине для того, чтобы не было спора между двумя субъектами. Там же отдали верх какой-то, там Белгород или так далее, что там. Там же по территории столько же отдали верх. Крым отдали этим. Ну, это были пятнашки внутри одной системы. Никто никогда не считал, что это отдельная страна. Даже смешно так думать. Что разные страны. Ну, да, в смысле, что это разные. Ну, что думали, я не знаю. В смысле, что это еще какая-то страна, с которой какие-то отдельные отношения. Ну, факт, что люди захотели жить отдельно. И, кстати... Я за них рад. Все это хорошо. Нет, ну, самоопределение Ленина. Единственное, что вот опять же, у меня, как у имперца, очень болит душа. Ты знаешь, что в Крыму нет почты России? Сейчас мне это нахуй не важно. Это очень важно. Да, да. Потому что это наша страна. И там должна быть почта России. А знаешь, что там? А Сбербанк работает? Да. Да? С этого года. Ну, с прошлого. Там есть почта Крыма. А почты России нет. Это очень плохо. Это очень унизительно. Вот это тебя волнует. И американцы, да. Потому что я же в Америке тоже пожил. Я вижу, как люди могут любить себя. И как это благотворно влияет на психику. Американцы бы такого не позволили. Это в мой адрес. А если бы Россия, например, решила бы сделать ОДКБ туда пригласить Мексику, скажем. Ну, типа, а что у нас только одна Армения? Давайте мексиканцы возьмем. У нас просто дружественный военный альянс. Мы просто очень классных ребят. То, что мы оказались под боком у Америки, да не смотрите на карту. Это не важно. Просто Мексика теперь в военном союзе с Россией. Как ты думаешь, какая будет реакция Америки? Тем, давай за себя отвечать. Знаешь, что я хотел спросить? Нет, давай думать о том, как еще другие живут. Потому что это полезно. Учиться надо на чужом опыте. Чтобы у себя был богаче выбор. Хорошая фраза для поста, но не со мной разговора. Я, знаешь, что хотел сказать? Что меня волнует и что я ощущаю, когда я путешествовал много. До этого я просто по жизненным ситуациям путешествовал. Потом познакомился с друзьями общества изучения русской усадьбы, так называемой УРУ. И мы просто поездили по русской, грубо говоря, усадьбе на системе. И по русской империи, соответственно, от Латвии до... Ну, всю Украину объездили, Беларусь и так далее. Вот. Ну, я там смотрел на другое. Но мы ездили, начиная с 2004 года. И в последний раз я был за границей, наверное, в 2019 году. Где Грузия была. Ну, примерно. В общем, неважно. И совершенно очевидно, даже вот эти 2005 год, за эти 10 лет молодежь, например, Грузии русский язык не знает. То есть просто не знает. Латвия, молодежь русский язык не знает. То есть, ну, потому что я ездил не только Рига. Наш большой проеб. Это не проеб. Сейчас Украина... Я не знаю, что пишут тебе друзья. Мои друзья говорят, что... Ну, не друзья, а... То есть я просто, когда началась война, я написал, что украинцы могут ко мне на онлайн-уроке ходить бесплатно. И там кто-то начал ходить. И вот ребята мне говорят, что они по-русски говорят только на моих уроках. Я такого не слышал. И... Ты имеешь в виду, что они забыли русский? Да, они говорят только по-украински. Да, это очень модно сейчас там. Ты думаешь, это мода? Это то, как ты помнишь, когда переименовали Санкт-Петербург в Петроград, чтобы не было ничего немецкого. Такая волна национального... Ну, это государство переименовало. Нет, 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 это был народный запрос. Вот как же так били этим венским кондитером витрины, потому что, типа, да, все равно немчура один хуй. Вот тебе кирпич в окно. Точно так же и город переименовали. Все остальное боролись со всем, что напоминало немецкое, потому что была война с немцами. Мне кажется, что очевидно... Это то же самое, потом забыли. Ты думаешь, потом забудут? Сейчас война и русская культура. Смотри, а кто вообще причинил больше страданий, чем немцы? Нам, сколько людей убили. И в каком году открылось посольство в ГДР и ФРГ? ФРГ уже через 20 лет провели Газпром, труба была. ФРГ за железный занавес. А ГДР просто с нами сосалась прямо в обнимочку. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Немцы, хорошие ребята, все. Быстро там динансифицировали, бумажки всем раздали и продолжили жить. Мы их захватили. Мы захватили свой кусок, американцы свой. Опять же, в чем разница? Ты считаешь, что Германия... То есть, американцы хорошо захватили ФРГ, а мы плохо захватили ГДР. Ты не видишь разницу между освобождением Германии и захватом. То есть, ты считаешь, что это... А ты прям без шуток. Да, я без шуток. То есть, мы захватили, а они освободили. Да. То есть, ты не... Они освободили и свою базу военную поставили. А мы захватили и свою базу военную поставили. А в чем разница? Разница в том, что мы заставили всех, как это называется, там, по-моему, 30% населения составить в штазе. А что в этом плохого? А что плохого? Да. Я тебя уже вначале спрашивал, что плохого в КГБ. Расскажи. Во-первых, смотри, если у тебя 30% штазе... Вопрос у меня единственное, что... Скажи, Тёма, скажи мне, пожалуйста, ты, как бы, являешься сотрудником ФСБ? Или, я не знаю, нет. Зачем? Не сотрудником, а как это называется? Нет, подожди, я доформулирую. Это же не сотрудником? Как же это? Ну, не агент же? Нет, не агент. Как это называется сейчас? Ну, сотрудником. То есть, когда человек... Я подписываю. Ну, то есть, там моя подпольная книжка, там, Павел. Там. Ну, обязуюсь сотрудничать. Скажи, ты являешься таким агентом? У тебя мир вот так устроен, да? Я тебя спросил, а ты можешь ответить? Ты можешь себе представить, что я являюсь... Я тебя спрашиваю. Я могу представить, Тёма, можно представить всё, что... Я книжки читал. Возможно, всё, я тебе уверяю. И ты читал книжки. Я тебя спрашиваю, ответь. Возможно, что я. Я же не сказал, что... Да, так что я... Может быть. Давай, если ты спросишь, я отвечу. Ну, а как тебе мой ответ поможет? Смотри, если я... Тёма. Секретный сотрудник, я не могу об этом сказать. Значит, я тебе скажу нет. Тёма, ты мне скажу... Лирику я всё понимаю, варианты я понимаю. Ты мне скажи да, нет. Ты то, что скажешь, скажешь. Нет. Всё. Продолжаем разговор. Тогда какого... Ты как? Я не верю, что ты... Как это называется? Не видишь разницы. Я чуть-чуть пожил. Больше, чем я. Наверное, как, кстати. Я думал, что у нас с тобой... Я когда встречался, я думал, что у нас с тобой опыт. То есть мой опыт дохождения до музея, грубо говоря, или до места, где я рисую, сижу, 6 часов рисую. А брат, ты в это время там... И общение там. Ну, я кого-то просто... Кто спрашивается, вы где-то учились? Там три вопроса всегда. Где-то учились, я тоже рисовал в детстве. И там с фотографией нарисуете. Всё, вот я... А людей вот иди нахуй. Всё. Я знаю, что он спросит. Вот. И всё. И я возвращаюсь. И так всю жизнь. 48 лет. У тебя там, я себе представляю, бесконечно при твоём этом... С Вагнеровском пообщался. Вчера. Час. Два. То есть ты два часа до работы идти, или ты так был интересным. Просто гуляли. Интересно, конечно. Тебе никто не напишет то, что расскажут тебе люди. Ну, самое интересное расскажет, что сказал Вагнер. Давай, мы вернёмся. Да-да-да. Просто я сейчас начну тебе рассказывать, что интересно. Нет, самое одно интересное. Я узнал во время прогулок. Нет. Я тебе сказал, что у Вагнеровцев самое интересное за эти два часа. Самое интересное. То, насколько они эффективны. Пригодится в работе? Не знаю. Я всё-таки это не провойнул, хотя в каком-то смысле мне это понятнее. Потому что есть большая неповоротливая государственная штука в виде Министерства обороны. Есть быстрая, ловкая, юркая частная организация ЧВК, у которых гораздо выше эффективность. Как ты думаешь? Ты хочешь, чтобы я это как-то оценил? Да. У нас до этого говорилось, что никакого ЧВК нет. А сейчас оказалось, что оно есть. Я хочу тебя спросить. Да я не ебу вообще. Мне всё равно, законно это или нет. Я знаю, что будет всё, что нужно государству сделать, оно это сделает. Законно это или нет. Причём в любой стране. Мы про нашу говорим. А мне волнует, как это в мире происходит. Потому что если ты будешь сидеть как дурачок и делать, потому что тебе сказали, что надо жить по закону, и ты реально живёшь по закону, значит, ты кретин. Государство кретин. Потому что если у тебя есть государственный интерес, про который закон ещё не написан, значит, интерес перевешивает закон. Интересно. Я, например, живу в стране, где я себя чувствую явно врагом. Почему-то. Почему-то. А я нет. Да. И поэтому ты меня подозреваешь в том, что я ещё и сотрудник сексот ФСБ. Потому что ты не можешь себе представить, что можно считать, что спецслужбы делают правильную работу, что они молодцы. У них не может не всегда со вкусом хорошо. Но вообще глобально любая спецслужба, она обслуживает интересы ФСБ. Чем ФСБ от МОСАД отличается? МОСАД не взрывал дома свои с жителями. Да? Он сейчас в Бейруте взорвал какого-то мудака там. Потому что он хамасовец. А то, что там ещё какой-то младенец в соседней квартире, да и хуй с ним. Я повторю. МОСАД не взрывал своих людей с домами. Я просто про МОСАД. То есть ты считаешь, что я в розовых очках. Ты в либеральных вот этих мифах. ФСБ взрывает Россию. Вот этот ролик на Ютьюбе валяется. Это я не знаю. Я просто точно знаю, что ФСБ взрывали. Ты точно знаешь. Знаешь почему? Почему? У меня был день свадьбы. Я жил тогда на Кашвилке. Тебе случайно донесения принесли вместо приглашения на свадьбу или что? Сказали, мы взорвали дома, ФСБ. Твоё ФСБ чмок. Ты знаешь, что надо разбить человека ответ, чтобы запомнилась твоя фраза. Да слушай. У меня была свадьба в этот день. Значит, вечером. Мы живём на первом этаже. Тогда я курил и пил. И одновременно это делал. И, соответственно, вдруг подъехала машина. У нас окно и там подвал. И подъехали, подъехали. Ну, мы сколько? 2001 год, сколько? 24 года. Мне довольно громко отмечали день рождения, свадьбу, там что-то такое. Вышли оттуда несколько человек. Подошли к нам. Сначала подошли к балкону, где мы там что-то смеялись. Корочки показали, да? Нет. Ну, они в медицинской форме. За рулём был один. И он вошёл, позвонил, вошёл там. Я говорю, вот, отлично, заходите, выпьем. У меня свадьба там что-то такая. Они постояли, уехали, и утром с Будуна проснулись, вся кошелька стоит, через квартал взорвали дом. Я уверен, что это они хотели... Ты смеёшься? А я, ну, то есть, это вот моя уверенность, что там... Обычно так плохо в индийском кино играют. Как у тебя рассказ строится? А у нас война как строилась. А следующая через неделю... Ну, то есть, знаешь, такие наигранные такие чувства. О, боже, я увидел мента, завтра взорвался дом. А ты не завтра, а этой ночью. А в Ярославле или где там нашли сахарный кусок? У меня хорошая аналогия мыслительного процесса, либералов, назовем их так, так мне понятнее. Это песня группы Ice Peak. Я выхожу на улицу погладить кота, а его переезжает тачка мента. Это то, как люди думают. То есть, типа, ничего хорошего от ментов вообще быть не может, они должны давить котов. Тём, ну ты передёргиваешь. Да нет, это люди поют эту песню. Тём, я понимаю, люди взрывают дома, Тём. Дома взорвались, да. Кто их взорвал? Ну, ты понимаешь, Тём, я вижу твой взгляд, и я знаю это выражение, этого блеска. Расскажи ты, как Кадырову... Ты умеешь блеск считывать? Ну, да. Что тебе рассказать? Про Кадырова. Как ты оказался в последний раз в Чечне с Кадыровым? Недавно. С дипломом, со вторым местом. Ты хоть первое сделал, а ему второе дали? Или, правда, они сделали лучший дизайн? Кто? А кто? Как ты второе место, первый кто был? Это был конкурс на мастер-план города Грозного, в котором принимало участие много разных компаний. Мы в этот конкурс вошли, там было, по-моему, 12 участников. Вышли во второй тур, осталось три компании. А мы участвуем, у нас большой международный архитектурный консорциум. 12 компаний наших, с нашей стороны, и 60 человек участвуют. И мы полгода делали, разрабатывали, оно у нас на сайте подробно. Ты можешь посмотреть, какую работу мы проделали. Это очень большое социальное, транспортное, градостроительное, вообще все-все-все, прям мега-концепцию развития на 15 лет вперед. И мы заняли второе место. Первое место заняли ребята, которые с ВБРФ, второе мы, третий еще. С кем? Я просто не знаю, кто это. ВБРФ. Что это? Такой банк. Какой? Так называется. Кому он принадлежит? Государству. Русскому? К русскому. Это вообще все в России происходит. У тебя все компании русские? Не все. Естественно. Выиграл ли банк? Нет, у них выиграл тоже консорциум. Там у них свои 10 компаний участвовали, там тоже иностранцы. Ты видел их? У нас из Арабских Эмиратов, у них египтяне. Это много из дружественных стран. Американцы не приходили в этот раз. В разных случаях, в разных других конкурсах бывает по-разному. Короче, очень большая, очень серьезная, очень взрослая работа с большим жюри. У них действительно хороший был, как тебе кажется, проект? Отличный, выигравший. Хороший. Вообще тройка сильная была. То есть, то, что мы заняли второе место, это тоже почетно. Это круто. Это круто. Можешь посмотреть, оценить качество работы, у нас все открыто. И понять, насколько это большая взрослая тема. И вот мы приехали получать свой диплом. Потому что жюри как раз накануне прозаседало. Мы знали, что мы в тройке, но не знали, на каком месте. И, собственно, получил я этот диплом. Ну, вот у тебя были тоже блеск в глазах. А фотография была маленькая, но... Фотография у меня в Инстаграме лежит. Да, в Инстаграме, где все его видели. Вот я тоже там блеск увидел. Ну, ничего не пришло в голову. То есть, с Кадыров нормально. Ну, то есть, просто глава государства, где вы сделали проект. Вы сфотографировались. Да. Все. Больше мыслей никаких. Никаких. Понятно. Кроме того, что было потом, что на меня произвело довольно сильное впечатление. А что я просто прогрузил? Наверное, тебя осудили. Меня осудили наши с тобой прекрасные гуманитарные одноклассницы. Так. Ну, как они со мной не общаются, расскажи. На следующий день, ну, со мной тоже не общаются. Потому что я тоже зло с их точки зрения. Тоже, как я раньше. Ну, как ты считаешь про страну, да. А также я поскольку... А, я считаю... Ну, я же не считаю тебя злом. Да, в этом у тебя большое преимущество. Я говорю, что я бы хотел, чтобы я пообщался с кем-то, кто прямо считает меня злом. А ты одной ногой там. То есть, ты считаешь, что страна злого, но со мной готов общаться. Я же полукровка. Может быть, это тебе... А может, я тоже полукровка, поскольку я же грек на четверть. Кто? Грек. Почему? В смысле, у меня бабушка из Греции. Да? Алло. Я не знаю. У меня имя Артемий, думаешь, откуда? Так, расскажи, чтобы... Греческое имя. Артемий, греческое имя? Господи, ничего. Значит, целый, здоровый. Попали. Я в детстве греческий учил. Бабушка. А с какой стороны у тебя бабушка? Отцу. Греческая. У меня отец преподаватель древнегреческий. Он в Греции профессор. А, в Греции? Он грекам преподает древнегреческий на греческом. Подожди, а мама у него гречанка. Как фамилия? Осимокополос. Что это значит? ХЗ. Не верю. Ну, я правда не помню. Да, не помнишь? Ты точно помнишь. Нет, не правда. Ты не правда. Чтобы такая фамилия ты не перевел, это в первую секунду перевел. Нет, нет. В России они жили как Осимова, их отрезали кусочек фамилии. Мой прадедушка был генеральный секретарь ЦК... Не ЦК, генеральный секретарь коммунистической партии Турции. В 20-е годы. Грек? Грек. Ну, потому что там коммунисты были типа борцами. А, коммунисты. И он поэтому сидел в тюрьме в Турецкой, в Стамбуле. То есть, он был как Навальный, короче, его там посадили. Ну, ладно. И он сидел-сидел-сидел, пока его товарищ Сталин не поменял у кого-то, на кого-то с турками. Его достали из тюрьмы. Ну, как Димитров. Его достали из тюрьмы. Упаковали семью. Значит, прадедушка и прабабушка. Две их дочери. Моя бабушка и моя двородная бабушка. И отправили в Советский Союз. Это в каком году? В 30-каком-то. То есть, ей бабушка было 12 лет. До войны. Она 23-го года. Ну, значит, там, начале 20-х. Они оказались в коммуналке. И все. Дедушка пламенный коммунист. Оказался в Советском Союзе. Вот они начали жить. Бабушка работала на радио греческим диктором. Вещала на всю Грецию. А, на греческую. Ну, советское вещание на Грецию. Откуда оно жилось, не знаешь? Дом радио у нас есть. На Новокузнецк? Да, я думаю, что оттуда. Где Левитан вещал. Может быть, да. И когда она попала в Грецию в 80-каком-то году, впервые. То, что ее муж советский генерал. Она никуда не могла выезжать. А когда она попала в Грецию, ее на улице узнавали по голосу. Что она была озвонкая. Их звезд. Хорошая, да. Так вот. Возвращаясь, это просто в сторону мы отошли от полукровности. От... Да. Ну, видишь, у нас мысли скачут, как козы по горам. Ну, ты... Короче, я вдруг захожу в Фейсбук. Я туда очень редко захожу. Может быть, раз в несколько месяцев. Потому что эта помойка лютая. Ничего не работает. И вообще все плохо. Нет доступа к аудитории. В отличие от Телеграма. И вдруг мне он подсовывает пост, где обсуждают наши прекрасные одноклассницы известные события, что я написал, попросил прощения, извинился перед Кадыровым. Сказал, что на следующий день после вот этого вручения я написал пост, чтобы закрыть. Если какие-то где-то были у кого-то вопросы, вообще тень сомнений и так далее, я кого-то как-то обидел, просто чтобы вот вопросов этих не было. Просто написал такой пост. Ну, ты написал для Кадырова. Ну, очевидно, что ему это интереснее всех было прочесть. Ну, а дальше уже это попадает на окружение и так далее. В общем, наверное, это... Подожди, ты сначала... Все, кто хотел это прочитать, прочитали. Да, сначала ты комментировал. Я не понял, что это... Вначале-то ты извинился за что? Сейчас я просто... За все. Нет, а ты... А что ты? Ты все что... Что ты? Кадырова как-то задевал? Если вдруг я его где-то как-то задел... Ну, ладно, хорошо. Это мужской поступок с точки зрения чеченцев. Мне... Какой? Извините. Это не стыдно. Я это написал. И наша прекрасная гуманитарная одноклассница... Казалось бы, мы должны были курить человеческие ценности. Читали литературу, учили латынь, философию. Вообще у нас хорошее было образование. Первый гуманитарный класс 57-й школы. Вот это все. Это я для зрителей говорю. Ты-то помнишь. Про курение надо. И эти прекрасные одноклассницы, которые должны понимать, что происходит в душе у человека. Понимать, что есть разные жизненные ситуации. Понимать, что один и тот же человек может быть с утра один, вечером другой. А уж что говорить про то, что в течение жизни можно по-разному себя вести. И вообще есть тоже миллион разных обстоятельств. Они все сидят и говорят, что вообще фу таким быть, пиздец. Мы всегда знали, что он говноед. Что вообще просто теперь уж точно понятно, что он конченый. И вообще у Кадырова просение попросил. Прощение попросил. И что это вообще просто ни в какие ворота не лезет. И просто вот все просто... Разве что анафеме меня не предали и астракизму не подвергли. Просто сидят в комментариях, каждая вот набегает. А я в половину из них был влюблен в школе. Я думал, что они вырастут людьми, что они будут как-то чутки эмпатичны. Мы договорились женщин не трогать, поэтому давай это... Я без имен. Нет, ну ты все-таки определял. Давай просто не будем определять. Люди должны... Я как будто бы в гуманитарном классе больше получил запаса про готовность к жизни, чем мои одноклассницы. Такое у меня есть ощущение. Я более человеколюбивый, более всепрощающий, более понимающий, более эмпатичный, чем те люди, которые должны быть в сто раз более меня, всеми этими качествами обладающие. Моя жена говорит, чтобы я написал книжку «Я самый-самый-пересамый». Ты сейчас нашла главу прямо это... Я тебе предисловие напишу. Предисловие, да. Это будет написано. А я еще более сам. Да, это Тём Хаббат. И когда он это говорил, я думал, что а я еще... Не знаю. Нет, я... Для меня это трагедия. Я думаю, что они... Я не знаю, что они описали. Просто вот я... И они именно про Кадырова, не про то, что ты про войну говоришь. Типа вот... Слушай, мне все время что-то говорят, что я якобы что-то сказал про войну, но никто не может сказать, что. Тём, я тебе сказал, в первый день, ну, второй, твой пост, когда ты обсуждаешь новостные эти свои, вот, там, кто-то откусил член в Америке, кто-то дизайн какой-то сделал очень хороший, там, что-то такое. Началась война, говорит, человек, который ты на всё имеешь точку зрения, это охуительно, вот это вот обалденно. Вот эта вот чашка, это пиздец вообще, вот эта ручка, это вообще лучше граненый стакан. Там, вдруг, ты держишь руки совершенно определённые, там, как-то. Ты думаешь, я в Казани был, я снимал в холле. Это неважно, где ты стоишь, это видно, значит, холл меняется, когда ты в этом месте. Ты вдруг как-то перекосил от тебя, ты говоришь, я не специалист, я что-то не знаю ничего, что это, может, это хорошо, может, плохо. Вот это вот было, мне стыдно за тебя было. Может быть... То есть ты больше знал в первый день войны, чем я? Ну да, я своим товарищам, которые за день до войны, я сказал, что будет... Ну, как здесь присутствуют люди, которые подтвердят, что сейчас будет пиздец, это будет конец русской истории, как я считаю. Я только не очень понимаю, почему конец русской истории. Русская история из этого состоит. Нет, это конец, это конец из-за того, что большинство наших людей, русской культуры, не понимают... То есть Израиль сейчас ебашит арабов, это хуйня? Да, это типа так, перелеснем страницу дальше, едем. А, в России конец истории. За народ, у которого три тысячи лет. Только после того, как началась вот эта вот чудовищная бомбежка газа, я понял, чем война отличается от спецоперации. Вот там война, а у нас спецоперации. Тема, это тоже слова Путина, вот почему, что ты говоришь, а он воспользовался. А у него, значит, красавчик отдел пиара, да, слушают меня. А меня не слушают. Обещай. Пока. Не, я вещаю, слава богу. Ну, короче, я не понимаю, что значит конец истории. Конец истории, я тебе расскажу, что у всякого народа, кроме одного, да, есть там пассионарность, непассионарность, какая-то выделенная ему энергия, которую он длит и которая умирает, когда это заканчивается. Это к искусству также относится. То есть вот египетский язык, пластический, он был единственным возможным на тот момент. И не на тот момент, и потом две тысячи лет он был настолько хорош, что он не менялся две тысячи лет. Но потом он пластически зашел в тупик, и на нем никто не разговаривает. Его изображение, его изображение, не потому что там им так нравилось, это там папа там делал, ну, кроме там так и было, но по-другому не могли выразить. Но в какой-то момент этот язык закончился, и на нем больше не разговаривают. Так и есть у народов, есть энергия, которая длится, которая захватывает русский язык и русская культура. Это уникальная вообще сложившаяся не так давно вещь, там, ну, с 18 века, на самом деле. Ну, то есть вот русская культура, а на самом деле в 19 веке, да, то есть это... Вот, ну, в 18-м, да, то есть это вот, это уникальное чудо, которое расцвело в конце, в начале 20 века. Просто мировой шедевр какой-то, да? И только лучше становится. Сейчас? А, кстати, ну, в общем, короче, моя мысль, что сейчас она закончится. А расскажи мне, что сейчас... А почему она сейчас закончится? Подожди, а что сейчас лучше? Что последнее ты видел? А что сейчас лучше? Какое русское кино ты видел хорошим уровнем? Слово, пацана. Я не смотрел, поэтому я тебе доверю. Хорошее кино? Хороший, хороший, сериал хороший. Хорошо. Добротный. Я просто не знаю, мы с тобой фильмы не обсуждали 30 лет. Расскажи, а перед этим какое... Вот русское кино, давай я тоже подумаю. Давай один-один, ты одно фильмы? Я, к сожалению, как-то мультфильмы стал смотреть, когда дети родились, поэтому я так в этом чуть-чуть смотрю. А сейчас... Ну вот, то, что мне приходит... Я почему-то сейчас Бумер для меня хорошее кино. Первый я смотрел. Так называется? Бумер. А, Бумер, отличный фильм. Отличный. Вот, теперь ты... Балабанов. Балабанов? Нет. Нет. Нет, а кто? Буслов, любую... Буслов кто-то такой. Не Балабанов точно. Нет? Буслов, да, нет, не Балабанов. Твоя очередь. Блин, я после этого... Кроме... Бумер хороший. Этот самый... Вот я забыл, пыль еще. Пыль... Горько. А? Горько, да, да, да. Ну, это тот же режиссер, что и Слово Пацана. Да, да, да. А, да? Да. Жора Крыжовников. А, тогда может быть, потому что... Он вообще хороший. Горько хорошее. Горько. Горько два говно, а горько охуенно. Я не смотрел, горько хорошее. Честный такой. Ну, не знаю, честный, я как это называется... Смотри, у меня такое наблюдение про русскую культуру, вообще про нашу сложность некоторую, как мы живем. У нас нельзя сказать, что все просто, понятно, линейно, и вообще все из справедливости состоит. Вообще далеко не так. И ты видишь, как это меняется, как приходит один лагерь, пытается сесть на гору, всех остальных скинуть и лишить всего. Это такое постоянное... Ну, с моей точки зрения ужасное, но оно просто происходит. Это такой факт жизни. Типа у тебя приходит какой-нибудь союз художников, говорит, можно рисовать теперь только так, а все, кто против... А ты знаешь, что сейчас голых запрещают выставлять? Да? Серьезно. То есть мне кто-то пришел, плакал. Ну, значит, у нас викторианство пошло. Будем фиговые листочки... Ты же знаешь, что на Большом театре Аполлон с квадригой стоит? Ты же делал дизайн Большого театра. Что я делал? Я логотип делал. Да. А Аполлон там стоит уже 300 лет. Ну, я знаю, да. Ему приделали фиговый листок нахуй. Серьезно? Да? Если ты возьмешь 100 рублей из кармана... Нет, я помню, что... Там нарисовано, пиписька нарисована. А на самом Большом театре пиписьки больше нет. А ты в смысле сбили или сверху? Сверху листочек приклеили. Присверлили дрелью. Я прям представляю. Сидел мужик с перфоратором такой. Там же хуй вот такого размера. И вот... И туда на дюбеле прикрутил фиговый листок. Ну, не такого. Ну, да. Вот такая... А как можно относиться к таким событиям в истории? Вот ты живешь-живешь-живешь в стране, а вдруг тебе говорят. Больше никаких пиписек. Что делать? Нет. Нет. Я здесь... Конец истории. Я не враг. То есть, я враг. В чуму сказали нельзя выходить. Бля, я охуел. Я ходил... Пять человек ходило по Москве. Все мои друзья. Мы просто идешь по путепроводу над Ваганьково. Нет машин. Вообще просто никого нет. То есть... Ты имеешь в виду в ковид? В ковид, да. Я каждый день ходил на работу. Ну, да. У нас было пятеро. Я не закрывал офис. А, и все ходили? Все, кто хотел. Мое отношение в этом смысле... Ну, а как процентное отношение? Сколько ходило? Две трети. Ну, то есть больше всего ходило. Ну, да. Ну, в общем, Москва была пустая. У нас работают... Борис варит кофе. У нас еда всегда есть каждый день. И все, кто хотел... У нас кафе внутри. Соответственно, все люди. Город закрытый, мертвый. А у нас жизнь... Ну, то есть, ты не рядом живешь? Я просто не знаю. Нет, у меня час ходьбы. Час. Да, то есть ты видел, да? Никто не останавливал. Нет, нет. Ну, останавливай. Самое лучшее впечатление... Нет, естественно, я хитрожопый. У меня были с собой все... А, у тебя бумаги не... Пропуски, да. На машине тоже у меня был пропуск. Типа строительство, больницы. И никто меня не имеет права останавливать. Почему нет? Если есть такая маза. Я просто не хочу быть идиотом. Не хочу носить маску. И не хочу сидеть дома. Поэтому в этом смысле... Мы действуем одинаково, но ты пользуешься. Только я не считаю, что... Это как-то я, знаешь, типа... Противодействую страшному злу и государству. Да, ты пользуешься этим. Для меня это офигенно. Потому что, если ты заметил вдруг... Я еще и летал за границу в ковид. И в Европу летал. Хотя туда ничего не летало. Но если нельзя, но очень хочется, то можно. И там, когда ты стрелешь на эти правила... Когда я прилетел в Ниццу на джете. Я иду по набережной. А там большая широкая набережная хорошо проветривается. И вдруг едет какой-то микроавтобус. И оттуда он останавливается. Открывается окно. И мне француз такой показывает. Вот, типа, маску надень. Я говорю, на улице, на море. Там вообще ничего нет. И людей нет вокруг. Вот это то, что я называю тоталитаризм. Это пиздец. Или как Австралия ковид пережила. Не дай бог в такой стране жить. Вот в нашей стране... Хочешь насрать на правила? Ну, чуть-чуть как бы... Настал. Это ты меня пишешь. Но только я не считаю, что я борюсь со злом. Да, потому что ты пользуешься этим. Потому что ты, наоборот, ты внутри этой системы. Я наслаждаюсь. Что значит внутри системы? Потому что с тобой вместе был генерал КГБ, сын Патрушева, Кадыров, Кадыровцы, Путин, путинские эти. Все. И ты был среди них. И где они были со мной? Вот с этими же пропусками. Ты не был, как я. Шел без ничего. И посрал на них. Действительно. А мои коллеги в студии, как ты думаешь, они? А мне все равно. Давай за себя отвечать. За себя. А у тебя ответственность за людей. Подожди. Когда идешь пешком, у тебя нет никакого пропуска, кроме QR-кода. А у нас в здании студии находится медицинский центр. И ты себя выписываешь. Я иду туда зубы лечить. И идешь. И все каждый день выписывали пропуск. Ну и что? Причем здесь Патрушев? Какую-то хуйню нанес просто. Прям гору насыпал целую. Ну, я-то подумал, что ты пошел в государство. Получил все. Конечно. Откуда я знаю? Если бы надо было, я бы пошел. Если бы не работали QR-коды, я бы пошел. Ну вот. Я думаю, что через два рукопожатия у тебя тоже есть любой генерал ФСБ. Меня? Ну, через тебя-то да. С кем ты все равно учился в школе? Мы не верим. Нет. Ну, нет. Я же в суде рисовал. Там через любое. Тем более. Там через... Там у меня дороже, да, рукопожатие. Да. Это как это... Я тут пророченный нашел уникальную вещь. Подумал, что наконец-то я разбогатею. Нашел роспись еврейские камни. Там была ответ где-то... Наконец-то не надо быть... Просто... То есть это до Шагаловской. 1870-е годы. Там роспись. Все в кустах. Это как бы помпии. Просто вот только в кустах. Никого не заинтересовало. Всем это латыши сказали, нахуй. У нас тут латышская культура. Евреи сказали, где? Грант никто не даст. Русские сказали, это же там. В общем, все еврейские организации... В общем, я написал Ротшильд. Он, кстати, единственный ответил. Но ответил, что извините, там ковид и этот... Потом все это закончилось. Но мне очень понравилась моя жалоба Анатолия Геннадьевича Найманова, когда я ему сказал, что у тебя что за хуйня? Мир такой устроен несправедливый. Говорит, мне очень понравилось. Паша, значит, не там ищете? И потом... Он говорит, как вы думаете, когда у еврея заболела мама, кому он пишет? Ротшильду. Так что тут ваше... Ищите, думайте, как это дальше. Я долго смеялся, мне кажется. Про Ротшильда хорошая история. Надо, правда, еще раз написать. Это единственный, кто ответил. Кстати, меня это потрясло. Правда, я боюсь, что человек, который переводил мой текст, очень... Ну, сформировал по-другому слова, поставил аккуратно, что там... Потому что все остальные по-русски мне писали. На мои все предложения обычно это Пеатровский только написал. Смешно. Говорит, сходите в современную галерею. Ладно, это извини, это я просто хотел тебя развлечь. Кстати, интересно, кто для тебя... У тебя люди, с которыми ты общаешься. Я тебе говорю, что для меня, например, одно из самых сильнейших впечатлений было, когда я, выпив после чего-то там зимой, в такую погоду, вечером, не помню, на чистых прудах, откуда-то я шел, я не помню. Вдруг я оборачиваюсь, Анатолий Генрихович Наймон идет. Просто я засмеялся, что человек из литературы, из книжки, там, удал этого, там, прочтите строчки две, вдруг оказывается этот... То есть я с ним... Что-то я засмеялся, он говорит, а что вы смеетесь, позвоните мне. И мы стали общаться. У тебя в жизни набор людей наверняка больше. У тебя в жизни есть пара человек, или человек, который самый неожиданный, или потрясающий, что ты познакомился, с кем ты общался? Больше, чем там, здравствуйте, какое-то общение, которое тебя... Ну, я не знаю, как, с кем, вот как я описал. Так я сходу, наверное, никакой фамилии не вспомню. У меня было очень много людей, и очень много людей, даже чьих имен я не помню, которые тоже на меня произвели впечатление. Ну, с кем ты дружил бы? Да, у меня началось, когда в школе мы еще учились, у нас были же, я не помню, застал ты или нет, и участвовал или нет. Мы носили из столовой сутки с едой бабушкам, ветеранам. Это мой позор. Почему? Потому что я съедал одну котлету из двух, блин. Это старая коммунистка, Ида Рубенштейн. Спасибо, сыночка. Где там девочка? А ты, небось, все отдавал. Я отдавал все, приносил, и с этими стариками дружил, потом ходил, потому что... Вот у меня был такой период, когда мне было... Дружил, это, представьте, это квартиры, можно было бы, если бы дружить нормально, можно сразу квартиры... Такие даже мысли мне в голову не пришли. Это мне сейчас только, мне тогда тоже не приходили. В общем, в 16-17 у меня была лютая потребность общения со стариками, потому что это был такой вот исчезающий... И с девушками? А ты прямо сразу понимал, да? Я понимал, что их скоро не будет, что я от них могу... Они как бы мостик в 19 век, их бабушки и дедушки были еще из 19 века, типа со Сталией Пушкина, и вот они еще помнят, они еще носители этого московского акцента, они еще могут что-то рассказать, и мне было это дико интересно. Я напитывался, потому что с ровесниками, ну что, они никуда не денутся, они мне ничего нового не дадут, не скажут. А тогда вот я у стариков много... А с кем ты ходил? Там же не по одному, там по двое... Я же не помню с кем. Ну ладно. С Леоней, с Диной, я не помню. А как это называется? И кто из них что-то интересное? Нам же распределяли. Ну да, 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 я помню, там ты, говорит, туда ты пошел. Слушай, сейчас это было сколько там? Ну что-то прям ты получал от этого, да? Да, я получал именно вот это вот ощущение, жизненный опыт. 35. Вообще, блин. 35, да. И помню, еще тогда были лифты другие, которые, помнишь, дверь открывалась, и там были створки. А, ты в этом соседнем доме, да? Ну это такого было много, таких лифтов, сейчас их вообще не осталось. Да? Да, их всех заменили. Ты сейчас не найдешь такой. Ты лучше знаешь, да, может быть. Мне казалось, я пиво... Там еще, знаешь, ручки, которые были внутри кабины, а снаружи от них были болты. И поэтому, когда ты с жопой открывал эти створки, то ты мог прорвать себе куртку этими болтами, которые наружу торчали. В этом лифте, я помню, мы шли курить с Леней какой-то урок прогуливал. Входим, открываются двери, там невинный. Вываливается буквально пьяный. Еще просто заметил, насколько я маленького роста. То есть, какой-то огромный показался. Он весь лифт мне, кажется, занимал. Вот это вспоминание о центре Москвы. Да, давай я тебе... Ты мне задашь. Нет, не задам, я тебе домашнее задание дам. Подумать. Просто вдруг оно где-то, это семя на благодатную почву ляжет, и вдруг в следующий раз, когда мы с тобой встретимся, ты скажешь, что да, что-то вот, наверное, не так все было черно-бело, как я себе представлял. Наверное, что-то было в том, что ты говоришь, какое-то немножко разумное, и вообще чуть-чуть лучше я понял, что ты имеешь в виду. Условно говоря, назовем это любовь к родине, хотя это звучит ужасно и чудовищно. Это самые страшные слова, от которых корежат любого настоящего. Нет, мы любим родину. Я думаю, ты и я любим родину. Мы привыкли к тому, что так говорят либо максимально безвкусные люди, либо максимально какие-то подлые военруки и какие-то политруки. Ну, мы с тобой можем друг другу не говорить, это так. Представь себе, когда ты говоришь, что если я нахожу хорошее, если я говорю, что можно работать, можно трудиться, можно считать, что Россия хорошая, что это потому, что меня завербовали и в нужный момент включили педаль, чтобы я отопил, значит, за это, а не просто говорил, а, пиздец, все, стыдно, кошмар, нам всем надо бежать, вообще, хорошие русские за границей. надо что-то здесь сделать. Хотя ты не сбежал, молодец, но многие сбежали. Я тоже против этого. Такая программа. У меня наблюдение очень простое. Для этого не надо быть агентом ФСБ. Когда ребенок в семье рождается, как правило, его воспитывают в некой любви к своим родителям, к бабушкам, дедушкам, говорят, что у тебя самый умный папа, у тебя самая красивая мама, готовит вкуснее все. Кто-то говорит, это, по-моему, ты знаешь просто. Ну, тебе кажется. Конечно, тебе говорили прямо. Ну, друг про друга родители же говорят. Откуда у тебя это знание? Ну, я не помню, потому что моя мама самая красивая. Ты считаешь, ты так знаешь в детстве. Я помню, я еще удивлялся, когда кто-то говорил. Я думаю, что это бабушка тебе шепнула. Нет, моя бабушка, ты не знаешь. Ну, короче, детей надо воспитывать, а они сами не воспитаются. И это нормально, естественно, потому что, если бы тебе говорили, что твоя мать шмара, подзаборное, без образования, вообще с нее толку никакого, отец кретин, долбоеб, просто алкаш, сидит в футбол, смотрит, лучше бы вообще помер, то тогда ты бы вырос, а это то, как воспитывают либералов у нас. То есть, тебе говорят про твою страну, что это такая стыдная страна, конец истории, зло, ФСБ, расстрелы. Ну, ладно, ну, извините. Ты вырастаешь с таким ощущением, что ты родился... Это неправда, никто не родился. Ты считаешь, я так детей воспитываю? Подожди, ты детей, слава богу, я надеюсь, ты так не воспитываешь. Кто-то так воспитывает. Вот ты вырос с ощущением, что твоя мама самая красивая и с ощущением, что твоя страна зло. Ну и что, какие у тебя мысли? Еще раньше... Чем ты родился. Давно. И что, у тебя какие мысли? Какая страна? А при чем здесь вся страна? Это ужасные события, которые он описывает. Они случаются. А параллельно бывают и хорошие события. Ну, просто от того, что где-то у тебя, представь себе, там, не знаю, у тебя нога, гангрен на ноге. Что делать? Ты плохой, тебе надо голову отрезать или ногу? Гангрену. Как может страна быть без спецслужб? Я не говорю, что не без службы. Это надо строить. Я считаю, что надо строить новую страну. Другую аббревиатуру? Нет. Людей судить... Да. Да, да. Надо судить старых. Все, кто сотрудничал, значит, это суд. Слава богу, что ты не у власти. Ну, почему? С таким подходом. Потому что... Мы еще придем к власти. В истории страны ровно вот с таким же отношением люди, вот они и расстреливали. Они делали то, что им казалось, они очищали. Я говорю, судить они расстреливали. Они тоже судили. Очень быстро. Они очень быстро привыкли. Дальше уже все. За полчаса суд. Трое, кажется. Расстрел. Ты передергиваешь, Тёма. Нет. Я говорю, к чему приводит твое отношение. Нет. Мое отношение, к твое отношение приводит к тому, что давайте не будем судить, давайте мы все... Давайте жить. Давайте жить нормально. И развиваться. Да, давайте жить нормально. И это приводит к тому, что зло возвращается. И новые тюрьмы, новые и старые тюрьмы. И все это... У нас плохие тюрьмы, а в других странах хорошие. Ты передергиваешь. И ты знаешь это. Ты передергиваешь. Я говорю не про тюрьмы. Тюрьмы не важны. Тюрьмы не важны. Важно, что человека унижают. Важно, что ты хочешь унизить кучу людей, потому что они тебе не нравятся. Нет, я хочу, чтобы они отвечали за свои поступки. Идти в тюрьму. Да. Нет, почему? Суд, если суд решит, что... Я не говорю про тюрьму, расстрел. Я говорю суд. Вот эта организация делала то-то, то-то, то-то. Вот этот человек служил в этой организации, то-то, то-то. Это, если суд решит, да это нормально. Это было нормально. Пожалуйста. То есть, если это нормально. Потом ты скажешь, что суд неправильный. Потом я не... Еще раз. Судьи кто? Есть понятие суда. Это очень интересные вопросы. Ну, человечество выработало законы. Россия живет по законам. Да. Есть общечеловеческие законы. Есть человеческие, есть написанные, есть не написанные. Да, есть написанные законы, что нельзя убивать. Когда у тебя настолько большая, настолько устойчивая страна, в хорошей сейчас фазе, в здоровой, в отличие от... Да. Ну, в отличие от... Я не помню, не знаю, как у тебя было детство в 80-е. У меня было так себе. Я помню, гнилые овощи. Нет, у кого-то, наверное, были спецзаказы. У меня были гнилые овощи в овощном. Как у всех. Где ты палец в картошку засовываешь, и оно только проваливается. Наверняка нравились эти, помнишь, картошку, как это такая конструкция, куда-то высыпалась, помню. Подставлять надо было. Конвейер такой был. Ну, именно в хозяйстве. У меня были... У нас выкатывали контейнер с овощами. А, нет, а у нас какая-то конструкция. И еще кричала, кассирша кричала, не надо выбирать овощи. Нет, ну, это понятно, тема, это... Бери гниль. Нет, все взвесим. Все, мясо... Самый умный нашелся. Хочешь взять целенькую, а нам гнилую оставить. С тобой так долго разговаривали. Со мной... Маш! Маш, убери тут этот псих. Убери его псих. Нет, это все понятно, это все... Ну, это та же самая страна. Я не хочу туда вернуться. Так это потому, что государственное. Потому что, если через пять минут, если это будет частное, то появляется частная инициатива. Если нет бандитов... Я считаю, что, кстати, Бандиты самозаводятся. Самозаводятся, может быть. Но я считаю, что, знаешь, ты знаешь наверняка, ты был, наверное, в Грузии до Саакашвили. Конечно. А был после? Да. Тебя не... Хочу сказать, я тебя не буду... Я охуел. Грузия... Я был... До этого я не был, но я был в Абхазии. В экологических экспедициях. И я считаю, что, в принципе, Грузия была очень похожа на то, что я увидел в Абхазии. То есть, это коррумпированные менты на дороге, на стульях. Это все. И когда я был в Грузии, я не знаю, асфальт по-другому лежит. Там, я не знаю, ну, конечно, люди фантастические. По деморатическим кладут асфальт. В Абхазии ментов и КГБ страна меняется. Что, тебе есть что-то ответить? Я не говорю после... Я там не был уже, наверное, это, но я был вот после... А там сейчас нету КГБ? Я тебе говорю, мы сейчас не об этом. Ты заметил разницу между Грузией? Что в Грузии изменилось? Ну, когда я был первый раз, это был, по-моему, 2002 год, когда у них буржуйки в домах стояли и трубы из окон коптили, и город не освещался. Было так. Так, а потом... Бодрящие. да, бодрящие. Новости мы в 90-е годы... Чуть-чуть причесали, но страна, конечно, очень бедная. Уж с Россией не сравнить. Такая реакция. Очень бедная страна. Только бедная... Все, у тебя реакция. По сравнению с Россией? Да, да, да. У тебя даже Воронеж какой-нибудь, или там, прости господи, Орел в тысячу раз лучше в Грузии по степени комфорта и благоустройства. У нас, конечно, представление. Я просто не знаю, я прочел твой там поход в ресторан, где ты говоришь, что там нельзя сомелье отпевать за 120 долларов. Я просто покупаю... Ну, я ведь не пью сейчас. Лыхны пьешь? Ну, я вообще нет. Ну, я не пью, нет. Поэтому я пью все равно что с надписью Италия. Так что это... Ну, там... Зря там тоже своя Южная Осетия есть. Конечно. Я просто не знаю. Южная Осетия, Юг? Нет, это... Я не знаю. Я имею в виду, что я не могу понять... Грузия для меня это люди, и та степень свободы, и какой-то нормальности. Люди почти везде прекрасные на свете. Кроме ты и вы. Ты опять в шутку переводишь? Нет, разница есть. Я вот... Когда мы ездили в любую страну, там, в церкви, ты когда смотришь в церкви, ты приходишь, угадай, в какой церкви нельзя ничего делать и входить туда. Лучше, чтобы ты спросил у батюшки разрешение, чтобы что-нибудь... Да? Какая это страна. А все остальные тебе откроют, покажут. Просто это... Я всегда привожу в пример Грецию, Болгарию и Грузию как мои любимые православные церкви и храмы. Ну, и Украина тоже. То есть любые... Беларусь эти откроют, все покажут. Кроме нашей страны, где, понятно, под тяжелой... Конечно, там КГБшные воры и бандиты сидят с ключами от храма, никого не пускают. Нет, нет. Люди... Тебе хоть раз не пускали в церковь? Ну, меня-то нет. У меня сложность. У тебя лик такой, что тебя хочется сразу на икону. Да, меня пускают везде. Но я видел, как людей со мной вместе искусствоведов не пускали. И мне приходило, когда на коленях ползли, в Кировской области откройте, пожалуйста, там что-то. Я там с куря говорю, ну, неудобно, дайте откроем. И она открывает, просто почувствовав своего во мне, а не в них. Так это... Ну, вот, может быть, ты с таким взглядом на жизнь тебе и кажется, что Россия по этому зло. Ты везде находишь какую-то вот... Чего? Чревоточинку, и ее на ПЦРе множишь, и потом она занимает все поле зрения, ничего другого не видишь. Ничего другого не видишь. В общем, у нас с тобой бывает много общего. Говорить обо мне, что я ничего не вижу другого, не знаю. Мы с тобой, мне кажется, очень много похожего увидим, но... Просто попытайся домашнее задание пожить в смысле, что Россия не зло. А, Россия не зло? А хорошая, классная страна. Да, с Припязью, да, с проблемами, да, считай, что у тебя 90% охуенности и 10% пиздеца. Можешь с этим жить? Ну, ладно, я понял. Тогда я подумаю, что тебе задание дать. Я попытаюсь... Я хочу тебе дать задание. Представь себе, что ты несешь ответственность. Вот включи... Ну, во-первых, включи новости. То есть я, правда, мало смотрю вот... Какие? Ну, любые наши. Ну, какой... Первый канал? Ну, вот, я не знаю, как это называется? Первый канал? Нет, Министерство обороны дает какую-то свою виденью ситуацию. Ну, это нельзя смотреть. Нет, не важно. А вот посмотри глазами человека, которого... это его офис... Это его высший командный состав. Да? И потом просто посмотри, просто без звука, видео разрушенных домов. Ну, то есть вот... Вот сегодня вот просто без звука. Вот прилет, вот люди, просто видео. Ну, как это случилось? Как это все? И все. Давай я буду... А ты просто можно проверить. Я, правда, и так это делаю каждый день. Нет, с ощущением, что это ты сделал. То есть твоя армия это делает. Ну, то есть, когда ты смотришь, как ебашат по сектору газа, у тебя ничего не ёкает, это не твоя армия делает. Ты там говоришь, что это нормально, и вообще они мстят за изнасиловую женщину. Ты когда-нибудь говорил, что это меня не ёкает? Это проблема, которая меня... Но ты чувствуешь, что это ты делаешь? Ну, да. Да? Я это... То есть ты и тут хуячишь хохлов, и там арабов ебашишь? И тебя, типа, ты уже на две армии выступаешь? Ну, Тём, ты, я думаю, все понимаешь, что... Я просто хочу понять, насколько ты можешь в себя ответственность забрать за всех. Ну, еврейский народ и русский народ, это мой народ. То есть ты за обе армии сейчас отвечаешь? Да. Ты вдвойне... Ну, нет, за это... Два креста я тащишь. Нет, кресты я не тащу, скажу. Нет. Это моя ответственность. Я слежу за этим, и я беру на себя ответственность, и я думаю, и я могу не соглашаться. И действия Израиля, это боль, но я не знаю, как по-другому, с людьми, которые хотят тебя убить. Украинцы не хотят нас убивать. Они это делали? Ну, ты съездил в Донецк, ради любопытства. А я съездил. Ну, в Донецке нет архитектуры, поэтому... Там терриконы, там есть рельеф. Нет, того времени, кто меня возил, мы ездили по Шепетовкам. Я в первый раз заплакал, когда в станцию Шепетовка мы вышли. Там, кстати, промпредприятия настолько красивые, безумные, советские заводы. Ну, там... Мы... Как это? Ильконь, ну, там и рельеф, и потрясающе там. Это много. Это вообще фантастика, что мы, кстати, уничтожаем русскую архитектуру второй половины XX века. Русскую, вот именно в этой войне тоже. Потому что русская культура, это не только там, стихи и книжки. Да? Ну, например, ну, ты... Не тебе это говорить, мне тебе. Ну, ты это знаешь, ну, это я просто так сотрясаю воздух, что вот эти пятиэтажки, любой декор, вот эта вся структура города, который у нас, например, сейчас, по-моему, нет ни одной деревни, а вот античность колодцем там. А через минуту не будет советского города, ну, который вот внутри этой системы советских городов, которые... Ну, это, грубо говоря, вспученный асфальт, вот как они добивались этого, чтобы он был сразу вспученный, неровный, как это... Как вот я думал там сделать мемориал какой-то, как его добиться, чтобы он так вспух, как в детстве. Съездить в Чернобыль. Нет, ну, оттуда взять, что ли? Как залить так же? Просто есть мемориализированные места. Нет, я имею в виду, как залить так, вот если здесь сделать художественный проект, я просто думал, как... А, на песок кладе. И на воду зимой. И не трамбуй. Зимой. Ну, да, что-то вот... Ну, вот это надо как-то... И вот эта советская архитектура, когда вот я вижу, вот кроме того еще трагедию, то, что я вижу, я вижу разрушенную русскую архитектуру, которая... Ну, мы с тобой, я не знаю, ну, вряд ли мы там... Я, например, к шести... Скучаешь по Хрущевку? Да, по Хрущевку. Но я, когда смотрю, я сейчас смотрю на них, я вижу греческие храмы. То есть это продолжение античной традиции, продолжение вот этих русских профенонов, которые наши вот срубы, когда они закончились, там метопы, ну, в них есть вставки, которые даже в самых простых, и этого нет нигде в мире. Ну, может быть, итальянцы еще у нас там что-то перепереняли в какие-то... Ну, вряд ли у них по-своему там или немцы. Вряд ли. А вот наша... Вот эта структура к этой горизонтали, к этой... В этом пейзаже именно. Как мы строим, так загадить, вот так построить лэп, построить на лучшем месте, да, чтобы поставить... Это с одной стороны тоже плохо, а с другой стороны это этот мир этого народа. И мы, например... Ты вот говоришь, когда ты... Видишь, у тебя вот такая точка, если ты... У тебя есть отношение к тому, как лэп стоит, что типа вот оно не по фэншую расположено в жилом квартале, а люди его поставили для того, чтобы электричество было в домах. Да, чтобы... Я поэтому и говорю. Нет, я говорю, что... Ты как будто бы обесцениваешь намерение доброе, полезное, которое работает. Ты говоришь, что... Ну, все-таки так поставить. Мы всегда лэп ставим все-таки всегда так, что оно портит пейзаж. В Италии... Что удивляет бы все. А там красивый лэп, да. Там просто... Ну, там что-то все... Античные. Нет, они стоят как-то, не портят пейзаж. Ты не замечал? Конечно, и асфальт лежит по-демократичному. А, ты для наших слушателей хочешь меня выставить... Не, ну просто... Ну, как, блин? А вот как? Это народ такой, да? Мы не умеем строю ставить лэп. Но я не про это сейчас говорил. Я говорю, что ты все равно... Мы, кстати... Главное, чтобы зимой не замерзали. Не это важно разве? Спроси подольских... Подольских курсантов в патронном заводе. Ну, все, отобрали завод уже. Кто, либералы? Национализировали. Почему? Путин, Путина? Все в порядке. Тоже, кстати, интересно. Путин занимается патронным заводом, лэп... Но он был частный и не выполнил свои социальные обязательства. У нас в стране так нельзя. Если тебе что-то доверили, ты должен своих ребят, жителей любить. У нас с этим очень жестко. Посмотри, как... Да я видел. Ты не любишь, когда я привожу в пример Америку, но когда там где-нибудь в Калифорнии лесной пожар и там пять тысяч домов остаются без электричества, на них всем насрать. Езжай в супермаркет, покупай себе генератор. Через два года тебе провода, может, новые проложат. Надо... Я просто не в курсе, но что-то самое главное, что меня удивляет, что количества генераторов у них всегда хватает. Поедут, купят. Во-первых, поедут, все на машине купят. А не потому, что они живут на таких больших расстояниях, что без машины ты ничего не можешь делать и автобусы не ходят. Серьезно? А у нас... У нас, слава богу, мы сохранили культуру европейского города, ты можешь жить компактно. Ты знаешь, я бы что-то... Ты, конечно, тоже бы по России поездил, конечно, но я уверен, что в качестве людей, которые могут сесть в Сибири... А если ты живешь в деревне, у тебя должна быть машина? Мы все с машиной в деревнях у нас. Или с лошадью? А что, у кого-то машины нет? А что, у кого-то у меня на пляже? Не хватает? У меня в городе есть, но я ей не пользуюсь. Да, не пользуемся. Нет, ну я понимаю, что ты уверен, что в деревнях все... Ну, во Владимире, не во Владимире, где-нибудь... Где у всех есть дома, машины? У всех есть? Ну, я, кстати, рад. Я просто не, честно говоря... Наверняка есть старуха без машины, 100%. Есть автобус какой-то рейсовый, или она просит соседа подбросить, когда ей надо. Ну, у меня просто возникает образ... У любого работающего, здорового мужика машина есть 100%. Просто это не такое большое событие. Так же, как холодильник есть у всех. Ну, может, но только что это... Только что ты... Ты помнишь время, когда машины ни у кого не было? Конечно. Когда по 20 лет в очереди стояли. Да, да, да. Это мое детство. Да, так вот я считаю... У нас в семье не было машины. У нас тоже. Я хочу сказать, что ты просто не заметил мою интенцию, что вот то, что у нас был шанс вот этой свободы, когда все получилось, появилось у всех и возможность, сейчас я думаю, что русский... что такое шанс? У нас... Мы воспользовались этим шансом на 1000%. На этом замечательном, сложном рынке. Для тебя вообще ничего, это не ад вообще, что мы набираем солдат из тюрем. Это... Ну, солдаты из тюрем набирают все всегда на любой войне? Да. Солдаты из тюрем набирают все на любой войне. Подожди, как ты думаешь, когда Украина своих уголовников из тюрем отправила на войну? Я это не в курсе. Ну, я так себе представляю. Уже в марте 22-го года. Я так себе представляю. В марте уже Зеленский подписал указ. Я как раз на униане читал. Израильскую армию, которая набирает из тюрем. Ты себя, кстати, представляешь? Конечно. Люди искупают кровью свои грехи, воюют. Это абсолютно нормально во всех странах. Серьезно? Да. То есть ты про израильскую даже слышал такое, да? Я не изучал. Да, удобно. Я не в курсе, но да. Ну, я думаю, что если тебе нужно кого-то отправить в штурм, где у тебя есть вероятность того, что ты не придешь живым. Ну, то есть ты... Мне не нравится, что ты так строишь фразу, что потом... Теперь я узнал, что это не так. Когда тебе скажут, что это не так. А ты знаешь, что это не так? Ну, я уверен, да. У меня внутренняя какая-то вероятность. Давай изучим. Да. Интересно. Я просто не могу себе представить страну, которая бы не воспользовалась такой жирной возможностью. Ну, если ты... Ни кто не хочет умирать, а уголовников не так жалко. Если есть шанс, что он там поделает дело, а заодно еще умрет... Никто не хочет умирать, но ты представляешь, что такое Израиль? Класс. Вот представь себе, это утилизация героев. Эти люди так бы вышли из тюрьмы, просто откинулись, а так они могут еще повоевать. Вообще, конечно, настолько... Ты говоришь вещи без... Не безнравственные, я не хочу оценивать. Ну, кошмарные для меня. То есть это... То есть если убийца каких-нибудь трех людей, его помилуют, отправляют на фронт, и он там воюет, и умирает, ну, с моральной точки зрения, у меня совесть не ёкает, что он быстрее свою жизнь закончил. Чем он вернулся обратно на свободу. Кого-то убьет он там. На войне убивает. А, то есть это норма. Нет, Тёма, нашу страну, я считаю, что надо... И вот таким, как я, как ты, рассказывать, что есть правила человечности всегда. И на войне, например, я уверен, что... Ну, я уверен, что ты... Я про себя не знаю, потому что я трусоват. И поэтому, что я вообще, как себя поведу в тюрьме, вообще я не уверен за себя. Я, например, уверен, что ты, если тебя скажут убивать детей, ну, идёт зачистка, Тёма, ты в ЧВК Шмагнер. Вот тебе оружие, тебе надо всех убить. Ты боец Цахал. Нет. А что далеко ходить? Зачем меня просить детей убивать? У тебя есть солдаты израильской армии. Они идут и убивают, это зачищают. Тёма, ты сейчас, это я с тобой. Ты что-то на израильскую армию не убивают дети. Они вот просто, поэтому меня по горячим следам бомбит, потому что они скидывают бомбы на детей. Это сейчас происходит. Не когда-то в теории, не в учебнике истории, а сегодня. Так, дети, прям вот специально по детям. Почему там дети находятся? Живут они там. Почему-то детей, это территория, выделенные улицы, надо уходить. Здесь воюют с бандитами. Никто не тронет. Идите, пожалуйста. Почему дети не уходят? Ты меня спрашиваешь? А я тебе отвечу. Потому что террористы удерживают детей или прикрываются им, чтобы показывать. Вот, смотрите, какие евреи, они детей на завтрак едят. Чтобы Тёма потом, ну извини, чтобы потом говорить, вот видите, евреи какие бессердечные. Теперь понятно, почему их там живьём закапывали. А в чём отличие от Мариуполя? Откуда мирных жителей не выпустили? Да, в Мариуполь. Почему они там остались? Потому что люди там живут, что им говорили, что сейчас террористическая... Ну охуеть. Вот прямо... Там террористы? У тебя прямо вот сейчас ничего не ёкнуло? Нет, ничего не ёкнуло. Вы не понимаете, это другое. Вот там дети, они должны были самотаться, потому что им дали три дня на съёб, а тут они живут, и что это они будут из своего дома выходить? А они дальше тут будут жить. Куда им идти? Да. Я понимаю юмор ситуации в том, что ты действительно, да, показываешь... А я что-то, может, я как-то специально, особо идеологически тебя так подвёл в патовую ситуацию? Да. А ты ответишь просто, это человеческие истории. Там люди живут, и тут живут, там ребёнок, тут ребёнок, там старуха, тут старуха. В чём разница? И идёт война. Ты не можешь ничего сделать. Какая война? Значит, ты заводишь, ты в чужую страну. Если ты же сидишь в квартире с ребёнком, и идёт война, ты должен смыться. Это нормальная человеческая реакция. Правильно спастись, свою жопу прикрыть и не умереть. Через месяц вернёшься, будешь дальше жить. Так, да. Я тоже согласен. А если ты не успел убежать, на тебя кинули бомбу, это плохо. И там плохо, и тут плохо. Но только там почему-то режим террористический, что он людям не дал выйти. А в Мариуполе охуенные, потому что это Зеленский. Комик категории Б, который стал президентом. Паши. совершенно обалденно у меня впечатление с первого дня. Я его не знал вообще. С первого дня войны, как он разговаривает, это просто обалденно. А меня бесит его хрипотца. Значит, неуместная. И маечка неуместная тоже бесит. То, что я. Ну, это странно. А ты почитай западную прессу, как люди там описывают, что это неприлично приезжать в такой одежде ко взрослым людям на приём. Ты Кадырова, скажи. когда он в Кремль приезжал. А то опять извиняться придётся. Значит, я хотел сказать, что смотри, вернёмся к Мариуполю. Я что-то грубо, наверное, тебе сказал. Просто мне раздражило про евреев. Значит, смотри, Мариуполь. Значит, украинцы вошли в Ростовскую область, изнасиловали, убили всех евреев, взяли заложников и вернулись в город. Такое было? На Донецк напали. Рядом с Ростовской областью, в принципе, недалеко. В Донецке они вошли, этот, вошли через 60 дорожек, тропинок. Да, обстреляли медных жителей из градов. Изнасиловали, нет, лично вошли, изнасиловали. Ты мне сейчас рассказываешь вот эту страшную историю, которая, видимо, должна, чтобы у меня там кровь вскипела, чтобы я сказал, такое не должно повториться, это чудовищно. Нет, я говорю, что реакции, ты говоришь, разные вещи. Я тебе говорю, что то, что произошло в Израиле, как напал Хамас, это была провокация. Просто так люди так не поступают, потому что понятно, что за это будет ответка. Это, знаешь, как... Ну, в смысле не поступают. Вон, в Нью-Йорк вырезали самолет. То же самое. Люди поступают. Люди поступают так. Когда они ненавидят тараканов, евреев, когда они ненавидят, убивают, снимают на телефон, потому что они ненавидят это. Насилуют, режут груди, стреляют вагины и радуются, маме показывают, как они это. Это вот, это бывает, они ненавидят это. Это бывает. Они просто потом удивляются, что действительно... Если бы это было так, как ты описываешь, это происходило бы регулярно. Это происходило бы регулярно, если бы... Это одараживает. Почему это произошло с такой летом? Я с тобой согласен. Это охуительно, конечно, вопрос, который меня тоже заменяет. Ситуация, когда евреи настолько расслабились, чтобы были выключены все камеры на границе, чтобы... Ну, это меня тоже вызывает массу вопросов, как это вообще возможно. Как возможно взять укрепленный пункт, где люди с оружием находятся, где есть служба. Это у меня тоже вызывает массу вопросов. И я... Ну, то есть, еврей — это не тот человек, который... Ну, когда слово «еврей», это не значит, что он умный, хороший и так далее. и так далее. Вот. Но, когда я говорю «евреи», я знаю, что невозможно... То есть... Ну, хотя нет, всем и людям возможно младенцев убить. Ну, ладно, не знаю. Хорошо. Так, что-нибудь про это мы съехали. Что-то ты хотел у меня спросить? Вообще? Тебе что-то интересно? Мне просто про тебя интересно, но это недостижимо. Просто, например, Тёма с первого же раза, когда мы знакомились, когда ты пачку магны... Ну, не с первого раза, но я имею в виду, когда пачку магны переделал в другой слоган через секунду. Или, например, когда мы курили, я курил, чтобы быть со своими девушками поближе. там что-то... Тёма, например, говорил, что мне интересно, сколько, как можно дольше выкурить сигарету. То есть ты ставил задачи с первого же раза, которые мне в голову не приходили. Я представляю себе человека, который накручивает наверняка эти задачи ежедневно в течение многих десятилетий. Что тебе может быть интересно про меня? Я не знаю. Я довольно одноборозит, до сих пор точу карандаши, как в первый раз, не попадая. Знаешь, ты точно каждый раз не попадаешь в пусорку. Так и не научился. А что, я думаю, что у тебя всё хорошо. Ты, собственно, прошёл правильный путь испытаний и поисков и результатов. И ты видишь, как можно своими руками зарабатывать тебе на хлеб. Нет, я не прошу форминировать. Вопрос какой-то. Могу ли я тебе что-то интересное рассказать у меня быть в жизни, что ты не знаешь. Вот я просто думаю, есть ли у тебя вопрос ко мне. Я тебя пригласил на вопросы или я прозрачен. Я, честно говоря, да, что говорю сразу же. Ну, то есть, поговорили? Да вроде нормально поговорили. Спасибо за разговор. Тебе спасибо. Я рад тебя видеть. Я рад, что, как это называется, ну, масса, чему я не рад. Ну, я, честно говоря, знал. Ну, как это называется, встреча, встреча не с собой, конечно, то есть, но частью себя. То есть, мы не виделись, я правда не понял, чтобы мы с тобой общались, но так мы никогда не общались вообще-то по времени. Тогда и подкастов не было. Ну, подкастов. Ну, тогда были... Тогда, когда мы последний раз разжались, подворотные. Видео были вот такого размера. Оборот, по-моему, такая конструкция была. В смысле? Ты забыл, как были маленькие видосики? Ну, я их тогда не смотрел, наверное, какие видосики. Ну, раньше на Компел, как на экранчике Nokia. Вот такие были видосы. Когда я плачил за почту, тогда не Gmail был, за почту я куда-то на Новокузнецкую платил 100 долларов. Только чтобы у меня почта была, чтобы в Америку послать письмо с компьютера, на этих компьютерах 256-х. 100 долларов или 300 долларов. 300 долларов. Ты когда первый раз вошел в интернет? Ты помнишь это? Это было вообще еще в Америке. Ну, да. Это был не интернет, это был компьютер. Это было чуть больше, чем BBC, но чуть меньше, чем интернет. Би-Би-Эс, но чуть меньше, чем интернет. Это была именно компьютерная сеть. Ты звонил по модему, там у меня были свои какие-то протоколы, свои комнаты, свои чаты. Чтобы что-то. А, чаты, да? Ну, людям они что-то читали, какие-то статьи, что-то переписывались друг с другом. Я просто вспомнил недавно, что я пришел к гостю кому-то. Может, к тебе. Я не помню, есть интернет, пока что. Ну, да, садись. Сел перед компьютером. Человек отошел, я говорю, ну, и что? Он говорит, ты в интернете? Говоришь, и что? То есть, вот я помню то чувство, то есть, ничего не изменилось. Это как, знаешь, в Италии, когда выходишь из Лизея, блядь, это точно такое же. Только почему-то здесь. Ты оказался в картинке своего мира. Да, у меня с первой секунды, когда появился интернет-интернет, я прям понял, что это все мое.